Которые любят говорить в Министике, чего вы жалуетесь. Или же, неважно какие законы, настоящий мужик построит любую женщину, ну и прочие-прочие моменты провокационные, которые, конечно, реагировать не надо. Нужно, чтобы это было взаимодействие мужчины как такового и государства. То есть мы должны работать взаимно. То есть никто не должен надеяться на кого-то, каждый должен делать свое слово. Есть такое волшебное слово «надо». То есть вы правильно, например, сказали на предыдущем спикере, что когда Брестка-Пелепрессона оказалась идем у врага, то почему-то мужчины не собрались и не стали говорить, зачем им это надо. То есть давайте сдадимся там, в Албасском, пивка попьем, в Албаске, в Албаске, в Албаске, в Албаске, в Албаске. Почему мы тут воюем? Вот и здесь мы не надеемся на колбаски какие-то пива. Значит, семейный сценарий неблагополучный. Я могу к нему пересмотреть. Опыт есть личный. Причем я могу помочь в плане здоровья. Я могу сказать, что у жены в второй доме. После первого месяца проживания с ним на нее ушла экзема. У нее где-то не элементом была, вот экзема на руках. Мы ее пораним. Причем просто за счет разговора жизни. Это ничего, никаких чудес, чистое, чистое психологие. Первые роды у моей второй жены были очень мучительными. Они прожили в соответствии с семейным сценарем, так же, как у ее матери. Очень тяжело. Но я взмутился и говорю, ты что же делаешь, чтобы люди платят деньги, звонят за отдельную стола мне, чтобы я им помог? А тут ты не пользуешься моей помощью. Ты что вытворяешь-то? Ну вот в результате принимания этого вопроса. Второе, третье, четвертое. Роды прошли немного легче. Так-то у меня в первом браке было. Двое сыновей. И в втором браке четыре девочки. Что дальше хочу сказать? Да, почему я могу консультировать по поводу отношений в семье? Да просто потому, что, извините, я живу в женском царстве. На меня приходится пять женщин. Одна взрослая, четыре маленьких. И, знаете, там, если ты не будешь мужчиной, то когда семья разборится. Поэтому здесь для меня это просто вопрос самосохранения. И здесь я хочу сказать, то есть в плане воспитания детей, воспитания парней. У меня два сына. Как говорила бабушка, не пьет, не курит. За девочками не гуляет. Ну, то есть нормальные парни, взрослые у них уже у первого дети, у второго будут недавно вернуться. Я ему помог найти ту, с которой ему жизнь сводится. И сам второй брак я. Вот тут говорят про брачный контракт. Вещь, конечно, хорошая, но это не в русском менталитете. Я могу преимущество, могу проконсультировать так, чтобы брачный контракт не потребовался, а жизнь семейная сложилась. То есть почему? Да потому что я сам второй брак. Именно на этих основаниях я организовал в себе. А здесь я хочу сказать, о многодетной семье был взамен именно психологом. Понимаете, какая вещь. Если ребенок один или его я, как бы мужчина ни старался, это все равно будет где-то центрированная семья. То есть если один ребенок, все внимание родителей сосредотачивается на нем, и он растет психологическим уродом, извините меня, пожалуйста, это просто так, по факту. У него нет навыков межличностных семейных отношений. Поэтому люди, которые в семье один ребенок, сложить нормальную семью сложно, безумно сложно. Если двое их, то это отношение конкуренции. Они борются за мамину любовь. И это ситуация тома и джерели. То есть вот младший провоцирует старшего, старший гоняется за младшим, потом вдвоем идут к маме. Или к отцу разбираться. Это тома и джерели, это сериал такой с продолжениями. И он продолжается самой интересной в его взрослой жизни. Родителям воспитать таких детей нормальными. Очень сложно. Понимаете, если семья где-то центрирована, мужчина не может быть мужчиной по определению, каким бы мужчиной им не был. Очень сложно. Но, как только семья становится многодетной, а в архитектах русского сознания многодетная семья, где детей меньше хотели. Почему пять? Смотрите, один стол, один ребенок. Два стола, два ребенка, три ребенка, четыре ребенка. Два такая категория двойственного числа, то есть, которые, это не много, это не много и не мало, а вот пять столов, пятеро детей. То есть, понимаете, вот когда появляется множественное число, множественное число появляется с цифрой пять, с количественным числительным пять. И при этом наши предки считали многодетной семьей минимум нижней границей многодетности пять детей. Ну, кстати, так было и в Советском Союзе. В этом смысле, как бы его ни ругали, он больше степени в этом отношении соответствовал архетипам русского языкового сознания. Когда детей становится больше, они, воленс-нулинс, им уже труднее конкурировать за архитомальную любовь. Почему? Потому что этим надо работать. А мужик, который обязан кормить много, он поневоле, он, подчеркиваю, поневоле просто обязан угнеть, искать новые варианты, особенно в нынешней жизни, это очень трудно, потому что надо закреплять семью, но и хотелось бы так, чтобы тебе в этой семье было комфортно. Вот я живу в такой семье, в которой мне внутренне комфортно. Я говорю, это на самом деле приятно. Поэтому, когда вот говорят о различных отклонениях, это все-таки отклонения. Конечно, мы имеем дело, я говорю, вот теперь, с феноменом информационного продвижения меньшинства. То есть, понимаете, люди, которых реально 5-7 процентов, не более того, они создают с помощью купленных средств массовой информации, или всяких прочих технических процедур, впечатлений, что их большинство. А те люди, которые находятся в безусловном большинстве, считают, что они какие-то вот изгои общества. И мы действительно, я вот согласен, я практически совсем согласен, что здесь подключала, мы теряем потоление, и уже потеряли поколение, просто потому, что они клюют на это информационное давление меньшинства. Это то, что мы и было в Америке. 90% было против войны в Вьетнаме, но каждый из этих 90% считал, что он находится в ничтоженом меньшинстве. Это все, это все, я преподавал. Теорию практики массовой информации. Это нормально, все это бывает. Значит, что дальше? Если семья многолетная, мужчина, то неволе будет мужчиной, потому что ему надо задержать семью, и это не трудно. Но говорят, а зачем вводить нищету? Это женщины говорят чаще всего. Но тут надо понимать, что если ты умный и ответственный, то ты не будешь вводить нищету. Но если тебе трудно, то надо помнить о цели. Почему? Потому что вот арабы говорят, турки, кстати, не говорят, но думают, вы нас убьете пятерых, мы родим семерых. Понимаете, в чем дело? И, ну вот, я читал опасения еврейских политиков в Израиле, что означали, например, министры в Израиле, какие-то арабы. Почему? Потому что честь бенестарабского населения там растерял. Ну вот я думаю, что русским надо брать пример всех народов, которые борются за свое выживание, а для этого думать о повышении многодетности. Александр Андреевич, мы чуть-чуть добавили, я думаю, что русским не надо брать даже примеры, надо просто вспомнить свое предназначение. То есть он что-то чуть-чуть добавил, что на меньшие народы это не спорит. У меня на сайте есть цикл статей об архетипах русского сознания, об архетипных животных русского народа. Это очень большая тема, она глобальная, она чрезвычайно интересна. Ой, извините, я же совсем... А куда тут? Куда-то туда. А, вот многодетных мало. И вообще они действительно выглядят изгоями в нашем обществе. Я забыл совсем. Да, вот их видите, там 3%, кто-то говорит 6%. Но этого статистика очень не... А ведь есть законы статистики. Если из 50 человек один белый и 49 черных, то нормальными считают 49 черных. А на море этого ненормальным. Вот тут примерно такая же ситуация. Многодетные ученства занимают как ненормальных. В семейной системе с одним и двумя детьми доминирует где-то центрированная семья. Она живет по принципу «все лучшее детям». И это формирует и сложную систему ценностей у детей. В тех же случаях, когда семья является многодетной, в этом и таком случае складывается более функциональная, иерархически более верная семья. По своему типу своей организации. В каком-то смысле она удобная организация социума. Ну вот. Вот это я хотел сказать. Я не хочу говорить много. Я могу сказать больше. Но, понимаете, поскольку я практик, я поэтому принял решение сегодня быть до самого конца. Если кому-то интересно, я с удовольствием обучаюсь. Я визитки с собой взял. А завтра я не смогу приехать. Просто практика жизни многодетной. Семья накладывает свои ограничения. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, то есть к нам сегодня решил приехать со своим словом глава администрации села Осыпный Бурбор и рассказать действительно, как оно к нему, к человеку всегда подходят как со стороны женщин, как со стороны мужчин с семейными проблемами. И вот как раз таки рассказать о том, как это есть в народе. А мы, как говорится, естественно, все из народа и должны передавать все, что происходит в нем наверх, в том числе и в большей части надпалаты. Приглашаю вперед я вам Фриния Искуповича. Искуповича. Когда приходит мужчина ко мне в администрацию и говорит, что жена развелся, жена не дает общаться с ребенком. Отзавелись официально, да. Суда привели во время, и меня сестра жена. Жена не дает. Почему? Разные причины. Ребенок спит, ребенок заболел, ребенок в бане, ребенок в городе. Есть миллион причин, чтобы не дать ребенка, дочку, сыну отсюда. Приходит второй раз, третий раз, начинается скандал, и потом уже решение суда, его присылают ко мне на выполнение обязательной работы административного наказания. Что случилось? Пришел за ребенком, случился скандал. Жена или теща вызвал полицию, написал заявление, либо дают 15 суток, либо справедливые работы. И хочу здесь отметить, что за то, что мужчина оставил свои права, он наказан. А женщина, за то, что она не выполнила де-факто решение суда, он никакой ответственности не несет. И это случается с пожелением. В этом случае страдают дети, и портятся дети. Страдают, когда они видят отношения между родителями, когда они растут в гуще скандалов, руганий, и портятся, когда родители начинают заниматься перетягиванием каната, доказывать друг перед другом или перед ребенком, кто из них больше любит. Папа начинает покупать те вещи, которые ночью покупал сын, возить на детскую площадь, еще куда-то. Мама тоже не оставила. Ребенок поймал эту выгодную зиму и гадает, как поговорка «владского отца, другого отца». И начинается, из ребенка вырастает эгоист. Здесь же страдают бабушки и дедушки. Ко мне приходили, и приходят часто. Причем тут мы. Она нам не дает. Мы внуку вырастили, внучку вырастили. Она, ребенок у нас с роддома. Но когда приглашаешь женщину, почему-то так. Если это хорошо, если нормально, ответят. Сейчас все грамотные. Он напишет нам разговаривать в группатуру. Он напишет нам, пожалуйста, да. Мы пойдем в газету. Какое вы имеете правило, мне это ставили. Единственное, кого я смог убедить, не запрещать общаться, ребенок с отцом и с бабушкой и дедушкой, одну женщину. Это моя сотрудница. Понятно, да? Просто я удается, скажем, встретить эту власть. Убедил ее, объяснил. Я говорю, спрашиваю, папа, бабушка, дедушка с той стороны, плохого мучения ребенка? Нет. Настраивает против тебя? Нет. Почему ты не даешь? Он не может объяснить. Вредность, обиды, пятая десятка. Также сталкиваемся еще с другой проблемой, уважаемые, мои отношения. Когда приходит женщина и говорит, мы с мужем развелись, еле-еле точну все сама, муж не помогает. Приглашаю его. Я говорю, почему не помогаешь? Да она такая, стерва. Начинает перечислять, нервозавстанка. Я говорю, подожди, я не заделу тебя, если не слышу. Дети твои? Мои. Я говорю, может соседские? Нет, мои. Я говорю, ты почему не помогаешь? Она деньги на себя потратит. Ну ты деньги отдай, ведь она не на себя потратила, это ее грех. Но если ты сильно переживаешь за это, берешь свои детей, везешь в магазин, одел агу, купил сумму, купил границу, набил школьные принадлежности, привез и отдал. И когда, честно сказать, я встречаюсь на сельских сходах, у нас встреча с гражданами и использую площадку общей школы-тайзи-собрания, иногда мужчину задаю вопрос, говорю, мужики, вершину перевернулся, а не в смысле? Я говорю, иногда, не пойму, кто себя больше в себя мужски ведет, вы или ваши жены? Они в таких глазах, я говорю, и вычисляли. В школе, пацаны подрались, один другому синяк поставили. Обычное дело, кто из нашей школы не дался? Мама говорит, была ли мальчика в школе? Мальчика лежала. Подрались, еще страшно. Папа снимает побои, пишется заявление. Мама говорит, сынок, ты мужчина, ты должен ослужить в армии. Папа говорит, сынок, не слушай маму, я тебя отмажу. Сын стоит у инспектора в ВУЗ и по телефону пап, тот мне повезок хотят вручить. Он инструктирует, сынок, руки ничего не бери, нигде не расписывайся. Здесь тоже вторая сторона медали. И уважение, когда мы говорим, чтобы нас уважили, уважение не надо, вы прошли. Его надо зарабатывать, его надо служить. Есть и та, и эта проблема. Есть и та. Если, например, у нас здесь в зале сидели бы ползала мужчин и ползала женщин, то я думал бы, а вот вы, а вот, и было бы и нам что сказать, было бы много чего и женщин нам сказать. В этом страдаю. Когда мы, когда между мужчиной и женщиной начинаются вот такие отношения, и, к сожалению, вот мы сегодня смотрели, да, таблицу приводили, суды только три процента, три по какому процента, да? То есть, несмотря на шесть, с детьми родили детей, оставляют, отдают отцам. И получается так, что отец, тем более, если мальчик в семье, а мальчик, когда растет в женской семье, я как практик, или как глава администрации, мы встречаемся, разговаривали, и я вижу отличие, когда мальчик растет с участием отца, и когда мальчик растет без его участия. Два разных человека. И когда мы видим, когда по телевизору нам говорят про медовщину, что над ним, над мальчиком, над солдатом, издевались и унижали его, ну, вырастили его таким, мама, бабушка, сейчас телефон, раньше, если мне письма писали, сейчас по телефону сразу пометелся, а нас потеряли, мама, меня тут обижают, командир напрягает, заставляет бегать. Когда я ездил на презерву к сыну, разговаривал с командиром, и мне командир говорит, старый бойца упор лежа, у него руки присутствуют, начинают гонять, он звонит маме, мама принадлежит солдатский материал, и он звонит, говорит, родный, что он тебе служит, наверное. Здесь мы должны найти золотую середину, и готов, и хочу сказать, спасибо за организацию сегодняшней конференции, и вот эти таблицы, которые сегодня указывали, эту информацию, неплохо, не только вот такие конференции, я как глава, если ты приедешь к нам, я готов организовать встречу, и людей собрать, и граждане, и это очень поучительно для родителей, чтобы показать организму, потому что, когда начинаются вот эти перетягивания каната, делить детей, и когда они начинают, я тебе не дам ребенка, мы получаем, то, что сейчас мы видим, когда мы, и я когда, когда в телевизоре нам показывают разные случаи с криминальной троникой, и я всегда ради этого говорю, если мы вместе с вами не научим хорошим наших детей, обязательно найдутся те, которые научат плохому. Я всегда ради этого говорю, недопустимо при детях плохо говорить про учителей и про священнослужителей. Для них потом не будет никаких авторитетов. Я говорю, я уже не говорю про себя, ну, когда пришла женщина и говорит, вот у меня сын добивается, а друг не слушается, и когда я его вызвал, себе начинать его разговаривать, а он говорит, а зачем они к вам жалуются, вы же на них подходите. Я понял, что они обсуждают, говоря, я старого советского воспитания. Я благодарен своему отцу за то, что он меня строго воспитывает, за то, что он мне всегда говорил, если учитель, пожалуйста, все дыдиного. Сначала я обижался, неси крешка, и учителя иногда не спорили выступать отношения к ученикам, есть любимчики, есть нелюбимчики, но по прошествии времени я понял, что это было только на пользу. На день учителя, когда мы поздравляли наших учителей, и я с дровидной речью я сравнил те, то время наше, и сегодняшнее. Я вспомнил про нашу одного учителя, у него была длинная указ в чьей истории. А кого он не ломал, тот ее ремонтировал. Вспомнил нашу обоисцу, когда мы грязные окно прошли с паром на колокол, а наши швабы у нас отклицинал мы были грязные, наконец, формы спачки, даже от швабы санинги, мы побежали быстрее, процедать как бывает, чтобы родители речью не узнали. Если узнали, нам добавили. Сейчас школа психологи. Раньше самым хорошим психологом был ремень отца. Чем шире ремень, тем больше психологи. Ну все, первосрочные полосы мы пропали. А? Первосрочные семьи полосы мы пропали. Пропаганда насилия? А? Пропаганда насилия? Пропаганда насилия? Да. Недавно показывали по телевизору ученик, за наушники ударил учительницей. Помните, недавно буквально, да? В ее обвинении профессионализме. Я вот сидел, знаете, дом большой в телевизоре, я ходил вокруг него. Как бы в него зайти, и там услышать выгод. Как профессионально подойти объяснять наушники? Это как? У нас в одном районе учительница там шлепала линейкой и рассудила. Это уже сейчас другие времена. личное мое мнение, личное мое мнение. Опять, чтобы не попасть в какую статью, это не пропаганда. Я сказал свое личное мнение, которым я воспитывался. Слишком такое, извините за то, что слишком такое лояльное, оно, по-моему, вредит нашим детям. И когда мы это совещание часто разбираемся, проводим совещание по проблемам нашей молодежи, нашей молодежи от того, как гурение, наркотики, алкоголь и т.д. и т.п., я всегда говорю, нам не только нужно с детьми работать, нам нужно еще с родителями. Привожу пример, когда пьяную малолетнюю девочку сотрудники полиции привезли и сходили домой, она написала жалую, что ее ребенку не дали полноценную работу. Это было. Какой ребенок? На Страханскому. Это не только мусор. И вот такое отношение не только на Страханскому. Когда папа приходит за ребенок моим неудачем, это во всей России. Это везде происходит. По-моему, примеров, вот когда мы встречаемся однокурсники, я заканчивал профессионал полетное училище и гражданская авиация, мы когда на авиации встречаемся, со всего государства приезжали, потому что уехали в публику. И когда мы разговариваем на эти темы, одна и та же тема, одни и те же причины, одни и те же проблемы, что там, что там, что ближе в сторону за рубежей, везде, одно и то же. Спасибо вам за организацию сегодняшней конференции, тема очень важна, она нужная, и я, как глава администрации небольшого села, у нас 5 тысяч населений, я готов как бы встретить вашего представителя вас лично, и то, что было сегодня в первой части нашей конференции, это очень важно, то, что нам показали эти таблицы, это нужно довести до родителей, чтобы они знали, они же много не знают, а когда здесь об основу, а факт показывают, хоть немножко и о том присодумываются. Спасибо за внимание. К сожалению, да, уже даже у нас в армии командировозвода уже признанют абьюзером, то есть пишут на него жалобы, да, уже, вспоминаю как-то, извините, небольшой такой момент из личной жизни, когда в свое время, в 1996 году поступил Камышинское командное училище строительное, и у нас находится такая советская школа, то есть я СМС в запасе, то есть в 10 лет в армии был, у нас была такая жесткая школа, такая строевая, там, поверки читают, 31 шевернулся, еще раз поверки, 2-3 часа мы будем сходять, просто, не дай бог, вот, и, естественно, такую же школу так у меня привелось, потом нас перевели в виду, а там был такой, Олег Калхоз, немножко такой, но там учебная база сильная, и мы, соответственно, также начали рассказывать, с нашим составом в 2000 году, то есть также начали гонять, на меня все смотрели, то есть прям строго, там, лучшая строевая, лучшая песня у нас была, лучше это, на нас смотрели, и, знаете, как вот, сейчас, как надо, что это не так будет, да, то есть, университет был такой, более учеба сильная, там была такая мощная база учеба, а именно, ну, естественно, нам дали киндеров, таких вот, то есть, мы на пятый, потому что эти уже взрослые, дети на них были, они первые пришли, опять киндеры, давай на нас жаловаться, не все, конечно, да, но там пошли вот эти массы, то есть, и, и, такой же даже случай, что на совещании командира фрота, командира фрота Станшин называли, то есть, и нас сказали, что, Близгин, чуть-то у тебя в роте там какой-то дедовщина происходит, то есть, ну, как бы так, у нас очень строго, дисциплина, все хорошо там было, я встаю, и тогда научился быть корректным, конечно, я взял и сказал, товарищ полковник, как меня учили, так и я буду учить, в общем, последний год пятого курса я был изгоем, раньше было передвигом, после этого был изгоем, но, я вам скажу одно, вот спустя, буквально за несколько лет конференции, опять же, вот, Арман Соколов там был один, когда я старшина, то есть, такой капитан за Барсом, он всегда старшина не меня зовут, мы хотим тебя тоже видеть, приезжай, у нас 15 лет выпуск уже будет, мы хотим тебя видеть, то есть, понимаете, в любом случае, вот как бы с тобой не было, там жалову, он всегда уважает, то же самое и отец, несмотря на то, что там навешивают на него всякие герлоки, навешивают на него всякие там, что он там, осеники, еще что-то, дети прекрасно понимают, если ты это делаешь с душой, а не отрываешься на них, как пытается, там, там, один товарищ, в сторону не товарища, соответственно, из этого сделали, там, все, вся Россия, или только об этом и говорили, у него-то всегда хватало, зачем мы его ориентируемся, так вот, дети, они всегда запомнят, что вы, отец, вкладываетесь душой, но это небольшое уступление, извиняюсь, конечно, что взял, как момент, просто чуть-чуть доплона, но ты, конечно, зацепил, да, комбинар взвода, абьюзер, да, к сожалению, какая-то тенденция, даже в армию проникает у нас феминизм, уже мамаши приходят, там начинают жаловаться, в армию, понимаете, представляю, как ссоров, ребята, а ну давай в альпы к нам пойдем, надо нам пройти туда, все-таки победить, а то уже, это, письмо приходит, а потом, что, какие альпы-то ему, что, у него здоровье, у него горлочные боли, давайте ему ледицепринесу, какие в альпы-то дать, бред, бред происходит, понимаете, к сожалению, не имеет место быть, вот, но единственный момент, скажу, вот, помню, вот, один момент, что, Лудан Совет чуть корректирует, Фаилу Исуповичу, что пойти купи вещей сам, то есть, не давая алименты, ему сразу скажу, что эти покупки не будут являться чеками для суда, как алименты, то есть, если потом покажете кучу чеков, и скажете, что, вот у меня, например, на 100 тысяч покупок, это алиментами для суда, вот такое наше законодательство, то есть, несмотря на то, что отчетность, жена, жена, не будешь, вам можете сдавать, вы не хотите брать, а я возьму вещи, это неправильный ход, надо это будет, прекрасно таки проводить, не как сам купил, вас, ну, вы потом можете, иногда выразить, и такое, что вы, например, полгода покупаете, все это делал, вы вещи, вы спокойны, чекаете, как бы все это есть на эти вещи, привык, приступил, он говорит, а у вас уже административка вещи, два месяца прошло, вы ничего не платите, как я не купил, устроить, сколько у меня, я купил, вот я ему купил, джинсы, купил, где-то я ему, вот я ему, кажется, это не является алиментом, то есть, а еще через два месяца, она будет прождаясь, у вас вот уголовка, здоровый человек, вот такие ситуации, то есть, женщина может не отчитываться, за чеки, то есть, ты для тебя, а мужчина, для него это не будет, являться алиментом, то есть, он действительно может обратить именисспекты, вот, поэтому, с ритуальной темой, к которой у нас, действительно, сейчас мы, главный переходим, мужской взгляд на алименты, потолок алиментов, и все несовершенства, которые такие самые яркие, на самом деле, гораздо больше, ну, выступит, кандидат технических наук, европейский стильный доктор, преподаватель, в общем, Александр. Здравствуйте, я, я, я представитель общественного движения, мужской области, и рад представить вам, тема доклада, к сожалению, в современном обществе, это преимущественно, представлено в женской, женская позиция, по поводу алиментов, то есть, что мы слышим, мы слышим, что вот, они не плательщики, вот, за должности, по алиментам, а если что, приплатиться, это же смешные суммы, мы не сможем содержать, на это детей, что нам делать, однако, как показывает практика, все оказывается, не так очевидно, не так просто, поэтому я, соответственно, хотел бы с вами немножко поговорить о взгляде на алименты с мужской стороны. Алименты, соответственно, это финансовое содержание, которое дается на детей, на родителей, на недееспособных родителей, и на супруга, или супруга. При этом, здесь можно заметить, что с учетом существующей реальности, когда развод становится обыденностью, часто дети оказываются с матерью, и возникает вопрос, как тогда второй родитель будет участвовать в судьбе своих детей. К сожалению, текущее правовое поле решает этот вопрос следующим образом. Родитель платит алименты, и ему назначают определенное количество часов, то есть часов общения с ребенком, то есть никакой совместной ответы, никакой совместной заботы о детях закону не поддескоплены, к сожалению. В настоящее время размер алиментов на одного ребенка составляет 25%, на двух детей составляет 33% от суммы дохода, на трех и более 50%. И для людей, у которых до того непостояния существует возможность платить алименты в виде фиксированной денежной суммы. Однако в связи с некоторыми недавными новеллами появился новый вид алиментов, так называемые жилищные алименты. Здесь возникает еще одна особенность. Фактически максимальный размер алиментов ничем не ограничен, кроме указанных здесь процентов при собственном всем. К чему это непосредственно? Чуть-то я допомню, про законе она там прописана 70%. То есть есть данные, но что такое 70%? Я как говорил, я допомню, для тракториста из Ульбинска, то есть это 15 тысяч от 20. То есть как мы должны жить на 5 тысячи, это огромный вопрос и извините. Спасибо за небольшую ремарку. Я буду еще об этом чуть дальше говорить. Соответственно, в чем основная проблема данной системы? Фактически судом и юридическим, и правовым полем не учитывается желание второго родителя участвовать в судьбе ребенка. То есть жена или муж движательный метод может вполне законно, не то что законно, а может препятствовать общению второго родителя с ребенком, хотя при этом нарушая постановление суда. И фактически участие второго родителя заменяется на формальную финансовую помощь и какие-то часы общения, которые, естественно, могут быть нарушены. При этом еще основным недостатком данной системы является отсутствие контроля. То есть алименты обязаны платиться, но ни ваша жена, ни соответственно муж в обратном случае не обязаны отчитываться за расходом алиментов. При этом когда размер алиментов превышает 100, 200, 300 тысяч, например, как дожон бывших футболистов, возникает вопрос, а все ли деньги тратятся на детей? И никто не может это проконтролировать, и никто не отвечает за целевое расходование этих средств. Кроме того, одним из последствий данной алименты системы является, скажем так, содержание необходимости в ответственном выборе партнера. То есть юридически гарантируется финансовое содержание, и вроде как в принципе уже не обязательно сохранять семью, потому что ваш бывший супруг все равно будет вынужден оплатить деньги. И при этом важным нюансом, который уже был сказан ранее, сумма алиментов никак не ограничена сверху. Я сейчас говорю не о проценте от зарплата, а о фактическом размере в рублях. И соответственно текущей системой никак не учитывается реальное финансовое положение налогоплательщика, и даже не налогоплательщика, прошу прощения, элементы налогоплательщика. И даже если элементы будут платиться исправно, никаких гарантий общения с ребенком никто не предоставляет. К чему это приходит? Одним из негативных явлений данной системы является так и бизнес на элементах. В чем он заключается? Он заключается в том, что женщина рождает детей от нескольких отцов и соответственно получает от каждого из них элемента. Это достаточно популярно в среде так называемых светских лиц. И стоит ли говорить, что в данном случае дети уступают всего лишь качестве размерной монеты и какое к ним будет отношение? Я думаю всем это достаточно начали. Мужчины естественно видят такое отношение и желание создавать семью и желание рожать детей оно соответственно падает. Падает число браков с учетом текущей статистики развода, потому что для любого будущего человека это очевидно. Соответственно если кроме того если люди проживают в разных регионах допустим мужчина может проживать отца это социалистические дети в распределении будут наши строя здесь понимаете здесь обязательный план элемент это все обязательное содержание они тоже не мешают у тебя у ребят богатый отец мать считает что у него должен прожать за 150 тысяч у другого отец один бедный мать его будет за полтора рубля а зачем посредник нужен вообще-то деньгам отцу почему вы используете это антируйские слова я вижу что это будет у я здесь хочу объяснить зачем нужен полук элемент в первую очередь чтобы не было мошенничество на деть то есть есть у нас не много богатых людей но в сотни раз больше людей которые охотятся за этими богатыми людьми то есть в основном это женщины и дети становятся просто при этом манипуляция я понимаю вы же не можете любить социальные инструменты конечно я объясню одну секунду и второй момент это то что по идее ребенка должны содержать в боях а у нас как выходит как они эти деньги будут содержать а ты свою половину платишь вот мы хотим задать вопрос женщину которые говорят как не содержать этого ребенка я плачу 30 тысяч а ты свои 30 тысяч платишь она она будет на финансовом слад ребенка я просто не понимаю логики два родителя надо услышать одного ребенка ну давайте мы только мужчины только забрали ответственность ну давайте если женщины декларируют равенство да давайте проблем нет ну поплудите половину давайте вы вы будете с вы будете с а если женщина хочет на наши деньги и ребенка прокормить мы только за но еще и себя надеть ну как бы это должна быть наша воля нас не должна составлять правоприменительная система воспитание это не труд что мы воспитание это труд но мы одет только хочет просто где у нас с с большие алименты женщина получает на большие алименты это труд я знаю лично эти случаи ко мне обращаются говорят у меня двеная официаль 300 тысяч у меня двое детей у меня берут 100 тысяч и моя жена доказанно содержит этих детей понятно да эти сова не работает содержит ющую мать и новую любовницу представляете вот такие бывают совершенно как это ребята и девчата я немножко сумничаю не решается этот вопрос в области юриспруденции разума в принципе давайте остановим этот вопрос прекрасно решается 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 мы живем столько денег как в принципе решаем а это значит что диетами запрещается тот кто их заработал простите и нужно его ребенка это право отца решать сколько нужно на снижание воспитание его ребенка это раз и второе нужно и то что у тебя отобрано не является твоим отобрали квартиру бандиты или отобрали предприятие оно не является твоим у тебя нормальная машина у него не кляния не кляния чтобы вы отначили официально так если то же самое у тебя решение права есть это не одно и то же или одно и то же Директор И.Кулакова Вы же хотите заменить закон, но сейчас беседу это на закон. Если вы родители и вам принадлежит практику, то давайте я вам принадлежит практику. Так вот это не одно и то же — определение места жительства ребенка и лишение родительских прав. Вот когда человека лишают родительских прав, я где-то могу согласиться, что на верность я сама уже думала, за то, ну, во всяком случае, договоренности доносило до неких законотворцев, а то, что за что человек должен платить, он даже потом не сможет потребовать ареста на себя. Ну извините, при чем здесь это? Когда вы просто определяете место жительства, ну что, ему в глаза скажут, что я это знаю, что ли не знаю, я ничего не понимаю. При чем здесь это? Когда у вас времена, вы не лишены родительских прав, вы испытываете хрень, ну ты что в этом случае, говорите, ну что здесь это все? Ну что же, подобрали машину? Это старинная вещь, ребенка, машина. Даже когда подобрали машину, ну, вы поплачете там неделю. То есть, ну вы что, забудете чуть-чуть неделю, что у вас сын, что ли? Это же тоже не из категории семей, что ли? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас рекомендуется сильно, вы же слышали, смотрите. Нет, все, эти моменты острые, они, конечно, есть, надо продавать. Приходите, чтобы это завтра дружит. Определали моменты. Есть один еще такой момент, очень важный, когда, я поясню, что Мария Коллегович сказал это дело. Вот допустим, берем такую ситуацию, которая очень часто происходит, что женщина забрала ребенка, не дает общаться с ним. То есть, ну, существует... Мужчина не будет платить, вы правильно это сказали, его поставили в тюрьму. Женщины, если она не доставится с ребенком, ну, ведь 5-35 максимум ей дадут. То есть, как бы там побудутся, скажут, ну, как бы, что делать? Сколько же делать нельзя? Дети не должны справдовать. То есть, в принципе, там критично ничего обычно не будет, не произойдет. И вот смотрите, что происходит с мужчиной. Он, в принципе, платит деньги. Ребенка не видит. Его настраивает ребенка против него. То есть, у него появляется такой постоянный стресс. Такой нехороший стресс. То есть, он отвечает за то, где вообще совершенно у него нет никаких прав. То есть, понимаете, это громад виноват и без вины. То есть, мало того, ребенок, когда вырастет уже, его настраивают против матери, случаи тропиющие его очень много. Его настраивают против матери. И, соответственно, ему задают уже следующий вопрос. Он говорит, слушайте, ну, а куда я эти деньги плачу? Если я во всем виноват и без вины, все это должен быть все. То есть, у него появляется срок. Единственное, вот, знаете, что он может сделать, хотя бы чуть-чуть, чтобы чуть-чуть себя безопасить хотя бы. А, ну, ты мне нету, тогда тебе платить эти документы. То есть, я ни в коем случае не оправдываю. Ребенок, это естественный его. То есть, это его кровь. Его рот. Он должен добиваться законными путями, чтобы это увидеться там, и войти в школу, и найти его скорей. Мужчина тоже очень такой важный момент. То есть, я вам как отец тоже говорю, у него тоже проблемы есть. То есть, я себе вообще, если стою на задник, я скажу, идите в школу, общайтесь там с учителями, ловите там ребенка. Понимаю? Очень важный момент, потому что мы разговаривали про отчуждение. Кто же еще на меня видит? Сейчас не войдешь. Дальше. Вот взял и зашел. Я в зале зашел. Но сидит она, хранится все там. А? А? Я понимаю это дело. В любом случае, можете где-то просто стоять, где-то приходить. Я понимаю, это дикость, парни. Мужчины, я все это понимаю. И мы должны как раз этим заниматься. Но и вам еще позже в обратном скажу. Вот вы все в комментариях сидите здесь такие, ведь вы здесь в воздухе говорите. А когда вам говорят, давайте объединяться, мужчины, приходите. Давайте вместе будем выходить на митинги, пикеты. Стула. Куда вы сидели? Святые пилотаряне. Другие пилотаряне. Другие пилотаряне. Вот это еще хорошо. Вами меня обидели. А как говоришь, так собрались, ребят, давайте скидываемся по тысяче рублей. Мы эти деньги пустим туда, в уголке. Работаем. Ну а давайте зашел. Тишина. Давайте, ребят, не только всю стену врага бы не делать. Сделать. Помогать там что-то. Труд свой вкладывать. Извините. Мы должны быть коллективными, и мы можем отменяться. Давайте. Значит, смотрите, объединяться, ну я понимаю, так сказать, но соблюденность, это же не одна точка заменения, правда? Это моя точка заменения. Она один и тот же бред. Тут я, еще раз говорю, я очень понимаю, вы когда разбудитесь с женой, вместо женщины определяется женой, то, что вы уже своих ребенков не ищите. Да, я не знаю. Я абсолютно просверен. Просто давайте. В семье есть радостные совершенно резоны. Просто женщинам они очень непонятны. То есть, вот, есть, ответственное отсутствие. То есть, и будем называться временами, опять же, то есть, все свои, в семейной ситуации отец и отец нет реальных прав и власти в семье, ответственность за детей принимает, с точки зрения, может быть, постороннего человека, странный фокус. То есть, например, отец вынужден, для того, чтобы не допустить развода, создать ситуацию, женщине ответственное имение. То есть, держать семью в прополоте. Для того, чтобы алименты были маленькие. Это, например, такой вот горизонт ответственности собственного. И вот, что касается алиментов, то есть, если возникла такая ситуация, женщина настраивает ребенка против отца и использует его в качественные инструменты, его в качестве соответствия. В этой ситуации общая рекомендация в мужском сообществе есть. гипотетические угрозы, как мы сейчас говорим. Ну, что ж гипотетические, а может быть, может быть, В частности, сейчас мы разговариваем о здравом смысле. По сути, зрения здравого смысла папа, который выканчивается к маме возможности видеть ребенка, и у мамы, которая передала его, и настраивает ребенка форсаль. Это очень плохой пример для ребенка и поэтому многие мужчины мы сейчас уже обсуждали неправильный мир. Вот если так говорить, да? То есть вы уже разберетесь, вы уже не оставили на вы не что ответственные родители выбирают подплыв свою родину и минимизировать элементы, и вообще не видеть своего ребенка. Потому что успешный папа вдалеке, позитивный, для ребенка, в качестве примера, гораздо лучше, чем папа, присмотрящийся перед мамой, близко. Я тебе скажу, я вижу, простите на этих пониманиях. Я хочу сказать, что везде отстарки будут жить, целую кучу сожителей разных, включая педофилов. А с ними я думаю, что я не буду. А с adults об этом платят 2 рубля в долю. И не платят своих детей, вот это вся их проблема. Мужики не умеют бороться. Не надо бороться, надо просто меня застарить за свои дети. Не платить за свои дети. Мы спорим все в одном. У нас законодательство подставлено таким образом. Потому что только женщине выгоден развод, а мужчине он не выгоден. Мужчина теряет свои пестиции и теряет детей. То есть развод выгоден. Простите, мы же договорились здесь не устраивать, как говорится, споры. Давайте, у нас идет конференция, каждый выставит свое мнение. И именно выслушаем мнение до конца. Я хочу понять, что вы сгодите. Простите, давайте дослушаем людей до конца, которые хотят. Есть вопросы, вы договоритесь, не задавайте. Слушайте, не будем в случае спорта, так как он уже постоянно остается, в основном, читается, а приоритет с матерью. Кстати, это как раз следующая тема, давайте действительно продолжим. Очень хорошо, что у нас возникают такие, на самом деле, дебаты. Самое страшное, что может произойти, это равнодушие. По крайней мере, у нас сзади этого точно нет. Это так хорошо. Вы же не хотите здесь другую это доказывать. Если вы хотите что-то рассказать обществу, давайте, вот я подключаю тебя, потому что я не знаю, что вы говорите, серьезно, и толстая женщина. На это можно закончить конференцию. Вы просто обсуждаете так, вы просто, так сказать, может быть, тоже несколько, скажем так, полосостровная уже какая-то психология, но это так бывает, когда люди живут своими интересами. Хорошо, давайте, выйдите, хорошо, ответьте. Ну, пожалуйста, тогда, давайте пять минут, чтобы мы действительно следующее, чтобы докладывали, что тоже слово дали, сильно говорили. Ну, естественно, все культурно-режливо. Еще раз вопрос, можно ли я тебе верю? Сейчас вопрос будет, привет. Нет, вы получила фраза, что у вас отобрали ребенка, и вы не должны за него платить. Вот, примерно так. Еще раз тогда встает вопрос. Значит, для меня отобрали ребенка, но я еще могу представить, что у вас лишили родительское право. Я могу это понять? Да, действительно, вы его никогда не увидите и будете платить элементы непонятно, но за то, что вы его когда-то действительно не поняли. Да, то есть это мне как-то понятно. Как-то речь идет о том, что место ребенка определено место жительства с матерью, это расценивается как отобрание, но нет. Вот я с этому самым не собираю. Да, поверьте, поверьте, это так мужчина. А если деньги, ребенок, когда я считаю, скучно, это нечтение поставить. Все. Вышел докладчик, выскажите мнение. Все комментарии готов. Я поддерживаю, зовут Геннадий. Что я хочу сказать. На самом деле, да, ситуация такая, очень черпитивная, пограничная. Соответственно, и чтобы ребенок остался с тобой жить, это нужно, ну, я не знаю, очень сильно постараться. Где должны быть... Вы не за кого не получились отвечать? Я еще не знаю. Если у вас, вашего ребенка, вместо жительства, определено с матерью, вы его... Дайте сейчас, чтобы не поможете. Я буду туда. Соответственно, развиваю тему следующее. То есть, если бы, де-факто, закон соблюдался и у отцов было бы равноценное право с материалами оставлять место проживания детей у отцов, то, во-первых, не было бы таких конфликтов с элементами, потому что ребенок в системах, из-за того, действительно, лучше в первичном условии. Это не могу, я в чистом виде, я просто говорю, что если бы сейчас придет к тому, что ребенок будет жить там, где комфортнее, это будет вашим, в чистом виде. Почему я просто считаю, что там, что там, что там, давайте послушаем дисциплину. Потому что я стал перед этим в других ситуациях, когда отбирает государство. И вы поймите одну простую вещь, пока вы спорите между собой, кому достанется ребенок, в результате он достанется государству. Мы это должны прекрасно понимать. Это только начальный этап. И так, если вы не договоритесь здесь, вот назад будет, что на моменте спора отбирают ребенка. А вы не можете договориться, например, в течение 10 минут очень хорошо, когда ваш ребенок придет в воспитание государством. Это вот сейчас еще у вас очень тепличные условия, понимаете, еще вам еще позволяют разбираться над возношением ребенка. А у него просто будет отобрано все, это будет отбизировано просто общество. Сейчас за что вы думаете? Так или иначе, мне кажется, что когда ребенок состоится с матерью, и если у супругов в разводе они не нашли контакт и не договорились, то мать очень часто, практически, ну, во многих случаях, так или иначе, настраивает детей, про и фарса. Это по статистике. Вы отвечаете на какой-то свой вопрос. Я могу говорить очень простой. Вы считаете, что если вместо жизни ребенка придет в матерь, это не ваш ребенок. Вы к нему не имеете отношение, он у вас в отбор. Я так не считаю. Семьдесят, молитвы. То есть это не будет. Вы пришли на этот вопрос отвечать. Я пришел отвечать на вопрос, что нынешние алименты, которые... Да, тот не заход за именем. Могим. Не нужно зашли про них. Это доклад и Иван Моярд. Женщик. Значит, есть две вещи. Есть два подхода. Что считает человек, его ребенок, его ребенок, это чисто его личная мнение. Но по факту, то есть дефакта, если ребенок оставлен в марте или судон, то мужчина дефакт уже лишен всех религистских прав. Нет ни одного права законного у мужчин в отношении ребенка в этом случае. Это дефакт абсолютно на ничтенней ситуации, когда у него отбирали место отражения на жителей. Не факт, это Юрий, не факт, это не факт, ну я просто сталкиваюсь с тем, что женщина не могла найти мужа, который оставил ей детей, не развелись, он не платит армета, но он не отдыхается. А что, мы все равно говорим, что дефакт этого нет, факты есть и дат, и дат. Нет, я говорю о том, что если у мужчины отобрали государственного ребенка, то есть отобрали в том смысле, что место жительства принято с мафией, то де-факто он, то есть эта ситуация абсолютно ничем не отличается от того, что он лишен родительских прав. И что в другом случае он расстается в должном армии, и что он в другом случае никогда не уйдет. Ну, отличается еще раз, потому что есть практики, есть опыт. Если мужчина лишен родительских прав, все, он отрезан, но он имеет право вообще, так сказать, участвовать в этом ребенке и претендовать на армию от него встать. Правильно? То есть ее вообще разумно на связи с новостью. Когда, если женщина ребенка определила с мужчиной или с женщиной, это совершенно, так сказать, могут быть разные истории. Может, она не навещает ребенка забыть о нем, а может, отец не навещает ребенка и не забыть о нем. А может, и не пускай, да, и может, и не пускай. То же самое, это абсолютно все равноценные ситуации. У вас сейчас есть какая-то статистика, чтобы вы могли сказать, что именно женщина не дает видеться, а не мужчина не очень видеться? Наша судебная система устроена таким образом, что детей оставляют с материалью. То есть их это является в большей степени давлением на то, что мужчина лишен возможности воспитывать своих детей. Вопрос неволиметно. Вопрос неволиметно. Вопрос неволиметно. Хорошо, смотрите, 90% оставлено с детьми, но из них сколько процентов хочет видеть этих детей, а сколько процентов не хочет видеть этих детей? Отличный вопрос. Есть, всегда есть много случаев, потому что свое общество много. Мы говорим о случае, когда отец хочет воспитывать своих детей, когда отец хочет вкладывать на своих альбом тот мужчина, который видит дети в продолжение своего рода. И случается такая ситуация, что не просто оставляют детей не с ним, а с матерью, но еще и не дают воспитывать своих детей. И это сейчас повсеместно, потому что он не имеет никаких рычагов, чтобы это остановить. Он просто, не то, что это идентично со всем решением родительских прав, но на практике, кроме алиментов, которые он может получить в старости, ничем не может, может не разряжаться. Это, я не говорю, что все случаи такие, но есть такая дыра у нас, что может такое быть, и такое бывает очень часто, раз уж образовалось такое общество, на секунду, образовалось такое простое общество отцов, которые хотели бы воспитывать свои детей. Платят алименты, большие алименты, но при этом не видят их. И потому что они не хотят, а потому что им не дают. А что за это в другой стороне? Штраф 5 тысяч. То есть чем это отличается от того, что их вообще посадили в тюрьму? Чем это отличается от того, что у них отняли родительские права? Ребенок он может 10 лет не видеть, а в другой стороне ничего от этого не будет. Вот что мы пытаемся внести. Конечно, есть мужчины, которые феминизируют. Это как раз те мужчины, которые в своих детях не видят продолжение своего рода. Те, которые не добиваются того, чтобы участвовать в воспитании. Это как раз поколение тех мужчин, которые феминизированы уже 100 лет. Они не видят своих детей положение своего рода. Это уже конец. Понимаете? А мы представляем мужчин, которые хотят, которые хотят и желают и готовы все вкладывать в своих детей. Но при этом у нас могут... Оп! Все! Платить, но не видеть. Мы говорим не за плохую сторону. Мы говорим, чтобы не было вот этой дыры, чтобы порядочных мужчин можно было с помощью детей чмолить. Просто... Какая жесть у отца? Вот вы мать, да? Вот как вы себя чувствовали бы в такой ситуации? Каково вам было бы? Какой-то потом отнял бы вас детей, не дал бы их воспитывать, а вы любите своих детей? И плавите алименты на своих детей? Каково это вообще? Нет, сейчас бьют за тех детей, которых мы у матери нашего государства. Вот, вот Юрия, да. Я истинно занималась бы, потому что дақ же для себя... Вот, Ю благ, Вы нас прекрасно понимаете. Вы нас прекрасно понимаете. На мужчин ювенальная юридиция пришла в 59-м году. В 17-м да, 917-м. В 1959-м конвенция, когда до 14 лет уже приехали с мужчинами оставлять детей и занимать квартиры име ﷺ. В 20-х годов уже определять место стольки? Я стала списнить. Есть такая статистика, что не со 7%? Мы говорим не о феминизированной постойке нашего мужского общества, не о магинальной. Мы говорим о нашем лучшем генофонде. Мужчина в традиционной ценности, которые хотят угрожать 5-10 детей, которые хотят их воспитывать. А какого призыва у меня здесь? 57% может произойти? 10-7%? 7% не на юре. И вот вы видите, так, нет, 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 нет. Мы описательно, если у нас будет возможность, мы сделаем опрос, мы сделаем статистику новую. В данном случае, именно чёткой статистике о том, сколько отцов не могут вообще видеть детей, вообще пока мы не предоставим. Потому что, если 2, то 9, то 9, то 9. Такая статистика нет. Я бы хотел допустить, что мы именно против этой игры. Мы не за то, чтобы маргиналов не наказывали. Мы против того, чтобы унижали порядочных мужчин. Унижали мужчин. Я не знаю, что для меня нужен групп. Вот. Есть такое упражнение? Есть. Понимаете, одна, вы. Вот здесь сидит репрезентативная группа, вам это очень понятно, да? То есть это фокус группы. Конечно, здесь все 100%. Все всё за всё. Но, извините, ещё 10, чуть-чуть 140, ну, просто. В них тоже есть какая-то своя позиция. Так нужно, если вы хотите что-то менять в этой стране, вы должны мыслить в государственном масштабе. То есть у вас должны быть цифры. Это не собственное ощущение, да? И понимаете, у вас, у вас не собственное ощущение, не собственная жизнь. Но если мы говорим о каких-то серьезных поселениях в обществе, мы должны оперировать цифрами, фактами, там, серьезными, статистическими данными. Вот, говорить, что вот я вообще так, вот так, это не очень правильно. 90 процентов, да, согласны, потому что решение, по которому, это не шеет. Да. 90 процентов судов решают по его материалу, да? Но, опять же, нам известно, что есть отцы, попадающие в никуда, да? А есть отцы, которые бьются там, что они могут добиться этого общения, и они, для какой-то части, опять же, я думаю, это эквивалентно лишение родительских прав. А вот какую часть вот этих бьющихся отцов, для какой части это эквивалентно потеря родительских прав. Есть такие цифры? Сейчас я выйду. После Олега. Олег сейчас. Да, я просто немножко реванкул насчет, и как ее на самом деле сложно надо рассказать. Я просто массовую ситуацию, это уже, ну, типичная, я, то есть, можно просто в своем примере. Причем, на моем примере не как отца, а как ребенка. То есть, как это было, например, в случае моей семьи? То есть, у Майк с Акционом Радакцией здесь. Значит, Майк настроил меня против отца, и я этот настрой отрицательный стал транслировать отцу, естественно. То есть, устраивая стену психологического учреждения. Ну, естественно, он хотел со мной встречаться, он хотел бы меня там чему-то научить, но натыкаясь каждый раз при каждой встрече на мою системное учреждение, то есть, ну, испытывая бессилие и унижение от этой ситуации, он, в конце концов, перестался. Закрылся. Вот это на следующий момент, когда мужчины встречаются. А их объединяет прекрасно, вот этот момент, и говорят, «О, тебе дети не нужны». Это ужасное чувство просто у женщин, когда они не влекают, у них со мной становится мужчин, когда действительно хотят воспитывать, когда действительно стараются, а ребенок действительно, не знаю, ты там, деньги там даже принес, там что-то делаешь, а ребенок, когда говорят, «А, что ты тогда принес?» Нет, она открывается, пошла. Это ужасно. То есть, мужчина единственное может себя защищить психологически, понимаете, когда он закрывается. То есть, я говорю еще раз, не оправдываю линигантов, не оправдываю это, но именно это просто расскажут, это психологически идет защита, защитная функция, что как-то садись на судьбу бегает, потом почему удивляемся, что так много инфарктов, что успевается, да потому что действительно он вкладывает свою душу, а там стена стоит, она закрывается. Вот есть три цифры. Я даже с этого начну. Есть два очень старых стереотипа, которые я оправдываю уже много лет. И не устану оправдывать, и сейчас я оправдываю еще раз. Первый стереотип, который транслируется в феминистическом сообществе, что отца не нужны дети, это неправда. 57 процентов отцов борются за своих детей в суде. Это... От 90? От 100. От 100. 57. И соответственно 43 не борются. Да, конечно, 43 это много. Но нам надо утверждали, что вообще отцам не... Всем отцам дети не нужны, а на самом деле больше половины отцов борются. С 2012 года я эту, военную вот эту вот губь облегаю. Вторая цифра. Более половины матерей препятствуют взаимодействию детей... Отцам дети тоже считают... Да, общение. Да, общение. Не мог заходить. Воспитание, общение и так далее. 57 делен узнобороженных владельцев. Нет. Ну, это... Я лучше не слышу. 57 отдельно, это те, которые борются. А есть те, которые хотели бы, но видят эти законы, понимают... Нет, кто не борется. Смотрите, вот я еще что добавлю. Вот я еще что добавляю. Это я всегда добавляю. Что те, кто не борются, это необязательно те, кто не хочет воспитывать. Некоторые мужчины просто отпускают руки из-за того, что они знают, что они в эти счастливые 6%, они не попадут. Ну, это, конечно, неправильно. Вороться надо. Если ты хочешь бороться за своего ребенка, вороться надо обязательно. Но... Ну, вот снова характерный мужчина. Он хочет воспитывать ребенка, но у него просто отпускаются руки, потому что он находится в состоянии безысходности. Понимаете? То есть вот эти 57%, которые борются, это далеко не все, которые хотят воспитывать. Да. Если у нас не было такой ужасной статистики, что шансы 6%, если у нас было хотя бы 30 на 70, как бы пример, в местечко благополучной швеции, прямо скажем, в плане семьи, в плане семьи, а? 60 на 40. Ну, у меня, наверное, статистика немножко устаревшая, я видел 30 на 70. Если было бы хотя бы 30 на 70, или 60 на 40, гораздо больше мужчин бы вороли за своих детей. И это первая байка, мы ее только что опровергли. Вторая байка, что мужчины имеют доступ к детям. И это больше, чем 50% случаев, то есть, больше половины женщин препятствуют общению отцов с детьми. С какой целью? Чаще всего это мотивации две. Первая – это навредить, это сделать отцу как можно больнее, нанести как можно более болезненный удар, то есть, в месяц, как обычно. А вторая – это банальная жадность, это вымогательство денег. Дашь 5 тысяч, все время, что выдачи, не дашь денег, не увидишь. Более половины. Если кому-то уж ты сточет, я вам не буду дать. Если кто-то сомневается, очень за этим. Проверите. Знаете, 43% кто-то благополучно общает. Среди не препятствуют, сцов не препятствующий, а кто-то пропадает. А как раз здесь понятно, когда часть пропадает, сцов можно спросить. Вот такой статистик. Есть две отдельные цифры, которые смешат, не сдержат. Это, с точки зрения статистики, это неправильно, с точки зрения… Ну, еще раз, если мужчина добивает общение с ребенком, понятно, что его нельзя признать отсутствующим. Конечно, как бы, что он не делает. Значит, 43% надо искать тех мужчин, которые пропознают. Зачем? Да, 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 да. Есть кардиналы, ну, ты правда неправильно говорила. Есть кардиналы, которые по правам, есть просто теоретические цифры. Я слышу гораздо чаще, по-моему, количество кардиналов со стороны мужчин, со стороны женщин, примерно одинаково. И еще, не то, что одну минуточку. Александр, я лично, как себе. Статистику я оставлю, чтобы тебе было бы интересно продолжить, может быть. Это статистика по тому, кто не платит алименты, кто больше злостно не платит. Женщины в 10 раз, я знаю, это не только женщины в России, это я видел все, да. Женщины в России в 10 раз больше не платят алиментов, в процентных соотношениях. Да, 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 я это привожу. Это официальная информация, РИА Новости. Это важно не венности. Это... Мы не говорим, мы же в 10 должны копаться, правильно, в ту часть искать женщин? Вы знаете, в 10, мы же хватит 90, это рассуждание. Есть статистический сборник мужчин и женщин в России, он выпущен Росстатом в 2017 году. Вот как бы интересно, посмотрите, какая доля негативнотических алиментов среди женщин и среди мужчин. Вот для интереса. Вот я точно не помню сейчас, я цифру цитирую в моей книге «Ущидая Севериной», я точно не помню. Ну то есть в 7 раз, то есть в 10 раз. Просто вот, у меня немножко себе тело западывало дугая, я так просчитывал с поводом не могу. Еще минуту. Новые могут. Ко мне обращаются мужчины, как к семейному психологу, очень часто было после развода с такой проблемой. А матери не просто достраивают детей против отца, не просто говорят, не общаясь с ним, а, например, говорят, «Вот видишь, мой папа стоит около окна, а папа стоит хотя бы в окне увидеть, он его просто не пустает. Хотя бы в окне увидеть ребенка, что он жив, что он здоров. Просто вот снять прикладку, он тревожился, он не знает, что с ребенком, он его вот не видит, два немец и три не видит. Он стоит по докладу, а матери говорит, «Вот видишь, мой папа стоит? Он… это тебя, а у него, допустим, сына игрушка, он принес игрушку в надежде, что может быть там сын вылетал, он его игрушкой сунул, хотя бы так вот набегу, а Мария говорит, ты знаешь, что у него за спиной, у него за спиной такой, он пришел тебя зарубить, вот я когда, вот, слушай, от концов, у меня слезы наворачиваются на глазах, я это не могу просто слушать, я сижу и плачу, потому что если бы я оказался в ситуации такого отца, я бы не знал, что я просто не буду, я не буду озвучивать прям, а если бы я оказался в ситуации у меня ребенка, я думаю, где бы я маньяком встал, либо я сдвинулся и попал в психушку, я говорю, прошу прощения за сны просто, ну, это очень серьезные проблемы, это страшно серьезные проблемы, со стороны это выглядит, да, там папашки не платят алюменты, там бла-бла-бла, вот это все, на самом деле, друзья, это глубочайшая проблема, и если в ней вот так вот копаться, с точки зрения каких-то стереотипов, там не хотят воспитывать и так далее, нельзя так, это и для детей травматично, и для отцов травматично, и знаете, как это демотивирует? Во-первых, это демотивирует создавать семью вот этих самых отцов, которые опали в ситуации развода, это первая группа, вторая группа, вокруг этих отцов тоже люди живут, и эти люди глядят вот на этого мужчину, в какую он попал мясорубь, по-моему, другому не скажут, они говорят, а на чертах нам это надо, вот как вы думаете, откуда в России у нас появляются радикальные эти семьи, эти действительно жертвы, я не понимаю, да потому что я их ни в коем случае не оправдываю, я стою на позиции твердой, полной многоветной семьи, стоять буду до последних зонов, но я понимаю, откуда эти люди берутся, они берутся, глядя вот на такие ситуации, и они примеряют на себя эту ситуацию и думают, а нафига мне, простите, это надо? Еще раз повторю, я это не разделяю, ну вот именно из таких вот страшных ситуаций, и вот глядя на это, берутся как раз вот эти вот мужские, вот эти вот антисемейные движения, прошу прощения за эмоциональность, просто это очень серьезные проблемы, с которыми я сталкиваюсь каждый день, десятки человек обращаются ко мне с этим. Ну это прожили, ребят, и с этим не было развода, не было бы из этого запроса. А кто из этого не развода, я бы вообще вас запретил, это мое личное мнение, я бы запретил развод без уважительной причины. Людмила, я просто не помню, здесь у меня такая реакция на огромный дисбаланс в определении ВМЖ. Товарищи, смотрите, у нас действительно сейчас, мы можем многое сейчас и говорить, спорить, но наше дело не только прокричаться, наше дело подумать, как правильно это можно исправлять ситуацию. Вот следующий докладчик дает, то есть действующий юрист по семейным сборам, коллеги адвокатов Новорова, члены Союза журналистов Москвы и России, понят необходимость соблюдения равноправия для родителей при рассмотрении семейных сборов. То есть речь идет конкретно, будут осмотрены микриварианты и все нюансы, которые бывают. Тома Мальяна Ивановна, попрошу вас, микрофону. Очень хорошо, что в данном случае как раз-таки выступать будет женщина. То есть и буду смотреть с точки зрения, сейчас скажут, ага, пришел, пожалуйста, у детей, это правильно? Что рассказывает, абсолютно нет. То есть она будет помарчивать с места, рассказывать о той ситуации, как бы просто ложилась в первом отделении места жилья, если это за хорошо нарушает. Спасибо, что... Я подготовила доклад со статистикой с примерами, но я вижу, что очень многие из присутствующих были в подобной ситуации. И я понимаю, что многие будут интересны именно конкретные примеры, конкретные примеры и решение конкретных вопросов. Начинаю с того, что я лично здесь в зале знаю несколько человек, которые прошли этот путь до конца и прошли с победой. То есть они вошли в эти 6%. У них место жительства детей определили с отцом. Это был очень трудный путь. Это было безумное количество документов. Это было противодействие правоохранительных органов. Это было противодействие органов опеки и попечительства, которое, как известно, в 90% случаев, даже в 90% становится на сторону матери. Но люди не побоялись, они не мы, они прошли этот путь, они прошли его ради своих детей. И я считаю, что вот именно такие люди должны называться достойными мужчинами и настоящими отцами. И только такие люди, которые боролись за своих детей, имеют право претендовать на звание главы семьи. А, конечно, проще плакать то, что у нас плохая система. То, что не дают общаться с детьми. Но сделать первый шаг и начать этот путь сможет каждый. Но пройти его до конца это очень трудно. Опять же, вот сейчас один из докладчиков сказал, что вот папа стоит под окном ребенка, ребенка не дают видеть. Извините, пожалуйста, ребенок ходит в школу. Ребенок ходит в детский сад. Ребенок находится на детской площадке. Есть масса способов увидеть своего ребенка. Есть масса способов определить порядок общения. Да, существует противодействие со стороны судебных приставов, со стороны органов обед и печи, со стороны матерей, со стороны их родственников в том числе. Но вот каждый мужчина, каждый мужчина, для него должен быть приоритет свой родной ребенок. Неплохое государство, неплохая бывшая жена, которую, кстати, он сам выбирал. А именно свой ребенок, он должен за него бороться. И когда определяется порядок общения, когда ребенок не видит своего отца, никто не сказал, что это прежде всего стресс для ребенка. То, что вот сегодня были мама и папа, потом у кого-то что-то не сложилось, мама с папой разошлись, они уже враги, ребенок находится в стрессе, он этого не понимает. Он не понимает, почему мама говорит, что папа плохой, почему она не убежит в полицию, вызывает в полицию. Ребенок не понимает, почему папу не пускают в квартиру. Это для ребенка прежде всего стресс. И чем ребенок младше, тем этот стресс страшнее. А я когда участвую в судебных делах, я стараюсь прежде всего общаться с детьми. И для многих детей это действительно сильный стресс. И он очень страшный именно в подростковом возрасте, в 12-14 лет. Особенно для многих детей очень неприятно, когда мама приводит в квартиру сожителей. То, что вместо папы ходят в квартире чужой дядя. У меня несколько было на практике случаев, когда в 18-м году рассматривалось, мальчик просто убегал из дома, он дома не кушал полгода. То есть он домой приходил ночевать, он уходил с утра в школу, приходил кушать и приходил поздно ночью. Он дома не ел, он брезговал это есть, он увидел, как мама, извините, занимается сексом с мужиком. Ох, господи. Парню было 12 лет. Он мать после этого вычеркнул, он дома даже есть к нему, он брезговал. И такой случай не единичный. У меня был на практике еще один случай. Когда мама, я не знаю, как это животное можно назвать, мама, сдавала свою восьмилетнюю дочь своему сожителю-дальнобойщику в рейсе как проституцию. При рассмотрении этого дела мне помогал Георгий Аббат. И с этой матерью ничего не сделали. И абсолютно ничего не сделали. Несмотря на наличие у ребенка определенного заболевания, несмотря на наличие у ребенка побоев, несмотря на показания оброшенного ребенка в полиции, ничего с этой мамашей не сделали. И с этой сожителю ничего не сделали. Потому что мать сказала, что это просто заболевание от грязи. Потому что мать сказала, что дядя, как условно говорил, Вася, да, не мог такого сделать. Все действия, как по полиции, все отказные были вынесены исключительно на показания матери. Это дело не было в 2013 году. Сейчас 20-й год. Сейчас вот эта девочка, она взрослая, уже довольно-таки, ей 15 лет. Мы сделали так, чтобы ребенок жил с отцом, даже несмотря на то, что место жительства было определено с матерью. И никакие правоохранительные органы не сделали ему вреда. Потому что, извините, определение места жительства – это формальное, бумажное решение. Если в решении определить место жительства нет слова «обязать, передать», то ни один пристав вам не имеет права ничего сделать. Там нет предметов исполнения. Даже в решении суда, если есть «обязать, передать», Опять же, ни один пристав не может вам ничего сделать, за исключением того, что подойти и сказать. «Уважаемые, передай ребенку». И передам. Все. Максимум, что мы смогли сделать – это привлечь, взыскать исполнительский сбор, да и то не из вас. И привлечь административную ответственность, которая стоит, извините, от полутора до максимума пяти тысяч. А я думаю, жизнь ваших детей намного дороже, чем полторы тысячи, две или даже пять. Потому что очень просто сетать на то, что у нас порядок, законодательство. На то, что существуют штрафы, на то, что папы испытывают стресс. А то, что такой стресс испытывают дети, не понимает никто. Не понимают ни мамы, ни папы. Когда они вовлечены в эти суды, они друг на друга бросаются. Они выплескивают свету ненависть друг на друга. И они не понимают, что страдают прежде всего их дети. Не говоря уже о тех родителей, которые изначально преступили. А как вот самое обидное, самое обидное. То, что вот орган опеки копичительства, который должен и обязан контролировать, который привлекается в участие в подобных делах, он единственное, что делает, это акт отследования жилищно-ротовых условий и основанное на нас заключение по существу стога. То есть, если в квартире чистят относительно, если кушать, опять же, относительно, если там никто не битый, им валяются пьяный, то жилищно-ротовое условие нормальное. То есть, у любого стандарта среднестатистического человека жилищно-ротовое условие нормальное. И потом делают абсолютно стандартное заключение. При равных условиях предлагают определить место жительства с матерью. Причем, мнение ребенка до 10 лет не учитывается никак и никем. Даже если есть психологическое заключение. Мнение ребенка, достигшего 10 лет, тоже ничего не стоит. В большинстве случаев, если детей больше, то есть, детей делят крайне редко. И, допустим, если один ребенок сказал, что хочешь с мамой, а второй сказал, что хочешь с папой, вероятно, что детей разделят, а на меньше одного процента. Ну, правда, есть люди, которые в этот процент попадают, но их в моей практике только два человека. Или, например, если один ребенок младше трех лет. То есть, ребенка младше трех лет всегда оставят маме. Всегда. Соответственно, и второй ребенок, даже если ему 13 лет, 12, автоматом идет к маме. Даже если вот этот младший ребенок родился там от третьего, пятого маминого брака, от какого-то сожителя, который приходящий, уходящий. То есть, вот это вот равноправие, которое декларировано семейным кодексом, в институции, оно не соблюдается судами. У нас по статистике от 5 до 7% детей рассматривают. Рассматривают и определяется место жительства ребенка с отцом. Тот в 5-7% максимум. Да и то, вот эти случаи, когда место жительства определяют с отцами, они исключительны. То есть, либо мама пьяница, либо у мамы с ребенком явно конфликтные отношения, либо, не дай бог, мамы нету ребенок воспитывать с бабушкой. То есть, реальный процент, когда мама и папа примерно равны, да, и при этом оставляют ребенка с папой, он и не будет. То есть, вот эти 5-7% они включают эморгенцию. Там есть те случаи, где мама эморгенальная. То есть, там, где автоматом ребенка оставляют папе. То есть, стоит тогда выбор между папой и государством, ребенка оставляют папе. И, наверное, еще немножко не можно, добавлю, это уже не очень хорошо. Но мужчин, я вот на самом деле очень не хочу сказать, что в любом случае, что несмотря вот эти такие выживающие цифры, то есть, задача у нас, мужчин, то есть, делать так, чтобы бороться, даже если остается 5-7% процентов. То есть, бороться, это не значит, что есть мама, лучше жену облажать там. А именно у нас на самом деле очень много способов, законных способов, всех вариантов, как сделать так, чтобы не только худшая, как и сарван, сделала проблему, но и вынули законных путешествий, но так, чтобы ей не выгодно было расслабиться, оставлять соответственно детей. Нет, я не могу сказать, что я не могу сказать, потому что... Еще больше о таком. Нет, смотрите, я не понимаю, но это говорит о том, что в любом случае, при любом царе, если мужчина может добиваться того, чтобы ребенок женский. Нет, я такого не говорю, а я не вам, я просто обсуждала, если я вас опутирую. Это неправильная позиция, честно, что вы теряете, что называется, в худшем смысле голосов. Извините, почему? Если она нормальная мать, если она любит своего ребенка, если ребенок ей больше жить, то он может добиться, что вы не оставляете. Не оставляйте сразу так, все глядите. Раз, как вы не оставляете. Я не могу, не с вами. Я хочу просто сказать о том, там, где мама и папа нормальные оба, пусть они даже развелители, пусть они даже между собой не общаются, они никогда не будут вредить своим детям. Они всегда на этот способ убрать свое личное неприятие и договориться, и по порядку воспитания, и по алиментам, и по каким-то имущественным вопросам. То есть, если оба родителей имеют интересованность в воспитании детей, а в ребенку наделают друг другу проблемы, они всегда договорятся. И даже если кто-то по глупости подал в суд и осознал это, они в любом случае договорятся, у меня очень много судов заканчивается мировыми соглашениями, причем которые реально исполняются. Потому что бывает очень часто. Либо папы и друзья настроят, либо маме и подруги разведенные настроят. И человек бежит в суд. То есть, не осознавая, что это принесет время своей собственным детям. Если удается убедить людей помириться, заключить мировое соглашение, это очень здорово. Судятся те люди, у которых либо нет выхода, и ноября, чтобы защитить своих детей. А есть те категории, которые судятся ради судов, которые на приватных на собственных детей. И такой случай был на моей практике. То есть, мама с папой судились, а дети в это время не жили. То с одной бабушкой и дедушкой, то с другой стороны бабушки и дедушки. Они просто судились, им было весело. То есть, такое тоже бывает. Я просто говорю, что случаев очень много, они разные. На вопросе отвечаю, что с кем поможет. Конечно, это нельзя говорить 100% о том, что хорошо будет жить абсолютно с матерью, либо хорошо будет это. Но да, в случае подразумевания, как правило, женщины более эмоционально, естественно, больше приносят обиды на своих детей. То есть, как правило, психологические экспертизы, они показывают, что именно втягивание в конфликт идет со стороны матери, потому что они более подвержены эмоциям. То есть, этот факт про эмоции, здесь даже свойства нет, это он известный. И я еще раз говорю, что бывают разные мужчины, разные женщины, количество нарекалов в истории с той страны они будут примерно одинаковые. Но что касается именно воспитания, то что и он уже в любом случае здесь, в любом случае, идет факт в пользу женщин. И наша задача стремиться к тому, чтобы было примерно одно, выводить хотя бы эту ситуацию, чтобы мужчин, которые действительно достойны, чтобы не появился этот шанс не 2%, не 1%, а естественно, чтобы он был больше. То есть, почему-то в советское время решают, что с мамой он крут лучше. А с чего это тут решили? Вот такой вот миф такой есть. Или в том, еще деревья. А ребенок должен расти с матерью. С чего? Всего, соответственно, психологические возрасти, подтвердят психологи, что это в принципе, 6 лет, возраст, когда ребенок начинает социализироваться, а вообще физиологически уже перестал оттуда ухраниться, соответственно, мать уже такой, люди не в каких-то больших методах, а сильные зависимости. А конкретно социализация начинается с 5-6 лет на ее депутат. У нас же как в конвенции до 14 лет нужно ребенок считать самолетним. По моему знакомому просто говорит, ну, когда вот так забрали ребенка, мать настрая будет, а потом она мне звонит и говорит, воробьем, это я знакомый, говорит, слушай, он начал, по-моему, даже колотся четыре таблетки где-то ждет. Давай-ка забираем его, то есть мы читаем свои трубы. Говорит, дорогой мой человек, что я с ним сейчас делаю в 14 лет, когда он уже бьет, когда он уже в этом таблике и когда он посылает тебя далеко и меня далеко. Я что уже сделал в этот момент? А вот по нашему закону ренью считается до 14 лет, то есть матери можно будет отдавать как по конвенции. Ну, естественно, что это неправильно и наша задача, чтобы была справедливость, чтобы мы действительно она была в деле и доставалась отцам к детям, которые хотят воспитывать, которые могут достать веру. Мы рассматриваем критичным вариантом и когда все произошло. Понимаете, мы сейчас должны еще такой, все-таки свои все энергии на то, чтобы не разрушали семьи, они 90% времени думают, что будет после. Ну, давайте пару минут раз. Тогда надо думать, кого берет их жены. Извините, вы заставите. Очень многие обращают на них, оказывается, дамы с таки в прошлом. есть еще статистика, что 70% нецелетов женщин, я бы делала с того, кстати, с того, что ли? 80% тоже есть научный журнал, 80% по статистике нецелетов женщин. Это все. Мы интересно оставим ссылку на журнал. Подача в судах процент беспечен 70-85 в зависимости от года. Именно подача в расторжении врачей вы можете объяснить, почему? Можно это объяснить, потому что заявление абсолютно типовое, хорошо расходное право, причина обычная, никто не пишет, по-моему, причина могут быть разными. так, столб. Нежно в зависимости социальные мнения, почему женщины легко могут объяснить логические и психологические. Легко могу это объяснить. В наше время женщины вырастают такое, что начинают с самого мульти, когда они смотрят, и куча примеров тоже, что мужчина должен, женщина другиня. То есть вокруг них, естественно, создается такое... Есть статистику до, еще как будто раньше? Кружные были разговоры, правильно? Раньше? Я логично разговариваю. Я вам скажу как это спорта и походит женщина, которая подает на развод. То есть у них сформироваться, то есть до... Она сводит это мультики, она сводит примеров недвестилих. Мужчин, действительно, женщина помогает мужчине. То есть она видит, что все должны это отметить. Это в последнее время это стало больше, потому что требительство тоже при капитализации, естественно, что это стало наградаться больше. И я просто завершу, продолжаем тогда и тогда говорим, что естественно, когда женщина приходит, она считает, что мужчина должен быть воец, защитник, он должен быть добытчик, охотник, ну то есть полный функционал, то есть отец хороший, а что ты ему соответственно, да? А я ему свое тело добытчик, все равно. Естественно, нет, то есть обязанности точно таких же огромных функционалов должен быть, как и мужчина, то есть должен быть, вот в чем заключается именно гармония, кто так говорит, гармония, партия. А сейчас обсуждаем, почему 70% подачи со стороны женщины? А потому что мы начинаем просто видеть, что мужчина просит, чтобы он тоже выполнял свои обязанности. Если хорошо, ответ такой, значит, женщина будет не более плавной, они считают, что им все должны быть. Естественно, сейчас это увеличилось. Зачем это увеличилось? Сейчас это так, это факт. Сейчас это... Ну смотрите, там звучит, что мужчина не отрабатывает. Елена Юрьевна, вам дают неправильный ответ на этот вопрос ваш. Три причины. Первая причина, дополню, дополню, Андрея, сейчас разводы пропагандируются, друзья, пропагандируются отовсюду, из инстаграма, в соцсетях, в журналах, даже, по-моему, сериал есть развод, да? То есть, женщина, разводись, развод это круто, развод это смачно, ты будешь вольная царица, вешеная императрица, и какая там вот эта вся велибертарная вбеляет, интересно. Сейчас я до этого даю. Это первое. То есть, пропаганды, разводы. Не просто, ну да, развелись как раньше, да, извините, что страшно. Сейчас это наоборот. Сейчас, знаете, женщины праздную разводы как свадьбу. В белых платьях лимузин снимают. Вот эти вот такие... Это сумасшедшие, наверное. Это, это сейчас распространено с фотосессием, с видео, то есть разводы как свадьбу. Вообще, и люди, которые выкладывают свою жизнь в инстаграм, в социальные сети, это неизвание, истероидные психотерапии. С точки зрения технической психотерапии, это истероидные психотерапии. Продолжаем. Второе. Второе. Развод максимально прост. Я... Вот этот... Вот этот тезис, я пишу еще в 2008 году со своей первой книги. Сейчас, да, чайник, по гарантии, ему гораздо сложнее, чем развалить семью. Вот ты приходишь отчаянно сломался, ты приходишь в сервис. Тебе скажут, да ты его сам сломал, да, мы не виноваты, еще чего. А развод, ты приходишь, подаем бумагу и к вечеру ты развеем. Все. Если дети есть там, мы говорим, посели сюда. То есть, процедура развода настолько проста и настолько, вы знаете, как я бы сказал, не через чего переступать. Вот, человек не чувствует себя переступником, преступником, что он через что-то переступник, через марафу, через нравственность, через ребенка, через клятвы свои, которые он добавил, перед он даем. Быть верным до конца дней. А есть, без случая, ли жена изменили, как вы к этому обнесете? Вот, мое мнение, что должны быть уважительные причины развода. Это измена судьбука, это тяжелая психическая болезнь, которая опасна для окружающей допустимой. Это совершение тяжкого, особо тяжкого насильственного преступления. Все из больного, нам дается. А вот, вот допустим, мужчину убил нападающих, да? Защитив жену и ревни. Это самозащие. Давайте. У нас его защита нету. Давайте. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. И третья причина, самая главная. Сейчас развод выгоднее, чем очень часто, к сожалению, сейчас развод выгоднее брака. Потому что в браке ты должна начинять слушаться мужа, да? Быть в семье, ты не можешь курять, не можешь изменять. Ну, то есть, ну, можешь, да, но это будет осуждаться, это будет нехорошо, надо как-то оправдоваться, отмазываться, скрываться и так далее. В разводе тебе гарантированно обдают детей. Женщины пойдут на развод, потому что они знают, что им гарантированно обдают детей. Вот я уже на тревоге об этом говорил. Если бы суд определял разжительство ребенка, хотя бы 30 на 70, гораздо больше женщин задумывались бы. А стоит ли ломать хорошую семью? Здрасте. А если бы это не только платнее, пробежав какой-нибудь мальчик-зайчик-пикапер, ой, любви, как это есть поговорка, женской измены не существует, есть только новая любовь. Это та же самая пропагандная измена, но это ведь поговорка взялась на пустом месяце, а как же? Потому что это и есть пропагандная измена, с которой я начал свою речь. И вот смотрите, женщин думает, так, я развожусь, мне гарантированно отдадут детей, мне гарантированно отдадут же площадь, мне гарантированно отдадут 70% на кого-то мужчины. Слушайте, так, а, и на моей стороне будет все общество, потому что у нас тоже на нас расходятся. Это если ребенок остается благознательным. Да, ну смотрите. Давайте еще 70% вызним, оттуда берутся. Вот вы говорите, ей, значит, хочется просить, секундочку, значит, потому что ей хочется гулять, усилиться, и так далее, да? и дети при этом останетесь. Подождите, женщине, которая хочет перегулять, усилиться, дети не нужны. Почему? Она превышается и уезжает на них. Я уже приводил примеры, когда женщины получают одни беды, она еще содержит свою матерку, горечку, и еще своего нового хакера, который нигде не работает, они в своих проемах нигде не работают, и ухватывают, и у них еще дети. Для женщин не искажутся для всех, но это бывает нерегко. Три причины. Первая, это пропаганда разводов, то, что романтизирован сейчас, сейчас романтизирован, идеализирован. Это подается как некое избавление от аков. Вы называете права? Семья у нас позиционируется как некий человек. Почему это сегодня мужчина то же самое неправильно? А потому что можно? Потому что мы декоративно не достанемся. Для детей это не всегда. Это же обморит для кого-то. А что это вообще романтизировано сейчас? Дети романтизированы что-то для них? С детьми женщины получают финансы. Часто получают женщины в площадь. Слушайте, у нас 5% поселения здесь вытащит той бедности. Такие проценты мы все время повторим. Я с этим не спорю. не спорю. Я с этим абсолютно не спорю. Я с этим абсолютно не спорю. не спорю. Ну и конечно это тяга в роли жизни. Я уже подумал есть три причины. Какая если их в данном случае перевесить сложно сказать. То ли это романтизация измены, то ли это простота развода, то ли это материальные выгоды. Некоторые даже материальные выгоды не считаются. Просто пробежал мальчик Женщины пикаперы, женщины не контролируют. Я сформулирую очень просто. Развестись и развести жалку уже на линейт гораздо больше, чем работать. К сожалению, часто это так. Я бы не примитизировал человеческие отношения. факт. Если эмоции не что это факт. Вот отношения ко мне как минимум не важны. А я соглашусь сейчас именно с Оленой Иргеной. Она абсолютно правильно говорит, что нельзя себя равнять под друг другом. Если человек изначально хочет изменять, он будет изменять. Если человек изначально хочет бухать и гулять, он будет бухать и гулять. И никакие узы брака, никакое величание его не остановят. Это просто и мужчина и женщина независимо от полового признака. Если человек изначально не был настроен на семью, ему плевать на эту семью. Он одну семью разводил. Бедоволь что когда сам стремен настроен на семью, вот что она самая другая независимо от того допустим берем свиничный развод вакуум независимо от того кто виноват вакуум заявление. Понимаете? Никто не идет в ЗАГС, никто не идет в полтарю с нервностью в другую. Вот когда они стоят в полтаря они не обязательно врачей как и так далее все приходит вакуум это и вы. Некоторые понимают ой а я думал ведь я думала семья это новый месяц беленки распашенки кашки варить пол фургметать и так далее то есть понимаете вот это принцесса романтизированное ожидание от семьи не соответствует реалиям и мужчины и парней и девушек чаще всего не настраиваются на то что семья это рутинный быт 95% времени семьи бытия семьи это рутинный замучительный понимаем если с беленки будет слышишь семья это траклона чем не если мечтательная девушка такая вопрос надо понимать что все встретишь вопрос можно задать пожалуйста вот вы говорите вы романтика принцесса и при этом говорите что сейчас мы живем за пару вензии скажите пожалуйста о какой романтике может быть когда заклад у девочки в том 20 и мать это 20 а какой романтике каких разведок они изначально идут на вы смотри романтика это не только круиз на боли романтика может даже в покупке шоколада но дело в том что вот этот я не называю гормональный удар всплеск допамина окситоцина серотамина глирова головного мозга это с физиологической точки зрения говорю он очень заканчивается и людям требуется если люди хотят сохранить семью им требуется выводить нечто большее чем вот это вот биологическое влечение и так далее дальше большая проблема семьи товарищи давайте мне немножко конференцией сейчас отходим на самом деле вопрос важен естественно надо разбирать его нет если последний еще есть он очень важный это практическая рекомендация стратегия достижения стратегия действия интересных мужчин предназначить Ильяна вы подокладываете еще вопрос да я еще давайте если можно то есть вкратце если возникают семейные споры плохо слышно вас если возникают семейные споры и если есть шанс как говорится с бывшей женой вот и вам и вашей бывшей супруге надо просто пытаться договариваться потому что семейные споры это ни день ни два эти суды оставляют людей отпечаток на всю жизнь если действительно бывшая супруга ведет себя неодоставлено вредит детям или морально вредит или применяет физическое насилие или приводит дом в дом в детях сядусь в полочке которая потом везде разливает и вбьет тогда надо бороться в констант тот человек который касает своих детей недостойно называться человеком недостойно называться мужчиной того семьи закрывать глаза наличные проблемы не здесь ни мужчинам ни женщинам вы не поверите женщины тоже периодически попадают в подобные ситуации когда папа неадекватный а мама с детей горит такое тоже бывает очень нередко реже конечно чем в случае с папой но бывает нередко еще добавлю что у нас коммунистическое сообщество о котором много уже говорили пытаются помимо законов о коммунистическом насилии еще подробных законах провести закон о родительском похищении несколько раз пытаются проводить закон о родительском похищении то есть если место жительства ребенка определен с мамой папа не только забирает что он по 126 статье часть 4 то есть похищение человека несколько раз пытались этот закон не получился я думаю подобное после не осталось провести этот закон пока этого закона нет у вас шансы не 6 на 90 не 6 на 94 не там 7 на 93 не 30 на 40 у вас шансы равны 50 на 50 либо дали вы борете за своих детей либо нет у меня а можно вопрос а скажите а кто является в этом законе какая будет это депутат или депутат вы за этот закон вы нет я просто интересуюсь что же вам помогает есть люди в любом сообществе заинтересован или за не против то есть мы фамилию называли или что хотите президент Владимир Владимирович Путин который при обсуждении Конституции посланник федеральному собранию сказал что помимо защиты материнства и детства еще надо большое внимание уделить обсуждению это раз и подчеркнулся суперметр нашего народа доступен безусловно и предложил внести в Конституцию поправки закрепляющие окончательно окончательное верховенство законодательства РФ на международное законодательство и если эти поправки будут внесены и приняты у нас не будет закона о семейных насилии у нас не будет закона о родительском похищении и наши доблестные суды перестанут ссылаться на принцип шесть декларации о правах ребенка помимо того что декларация это не документ это рекомендация действия декларация никем не ратифицирована у нее даже ссылаться никаких нормативных правовых факторов нельзя тем более в решении государства так друзья коллеги у нас сегодня последний докладчик будет у нас на тему национальной стратегии с акцентом на законодательство и право и митинопрактики то есть выступает адвокат медицин психологии основатель и руководитель национальной ассоциации исследования синдрома отчуждения родителя человек который из 95 года занимается надремой дискриминации мужчин в России и просто многодетно одессе Льюис Станислав Владимирович Льюис отчуждает отчуждение отчуждения отчуждения — Коллеги, кто еще в состоянии переваривать информацию? Это хорошо. Кто не в состоянии, можно поднимать на это. Это будет неуважение, потому что на самом деле и так героические усилия предпринимаемы. Но вопросы важны и надо в какой-то степени подвести итоги того, что сегодня здесь прозвучало. Это будет правильно, хотя многие темы еще, наверное, будут продолжать раскрываться завтра. — Самое актуальное, которое больше всех вызвало дебатов и интересов, наверное, — это положение детей, положение родителей после развода. К сожалению, на самом деле очень актуальная сегодня проблема. Она, в принципе, наверное, требует вообще отдельной конференции. — Настолько она глубока и многоаспектна. Мы не так много женщин в зале, и то у нас какой жаркий возникает дело. А если мы пригласим 10-15, я даже не представляю, что будет, когда мы начнем эту тему обсуждать. Ну, что касается сегодняшней темы, у меня называется доклад о национальной стратегии действия в интересах мужчин. О чем идет речь? По сути, это у меня как бы два совмещенных вопроса. Это основные положения резолюции сегодняшней. Я отговорю, чтобы было проще понять, чем мы предлагаем закончить нашу конференцию, какой документ подписать, какие там основные положения содержатся. Ну и, соответственно, параллельно свящу вопрос к национальной стратегии действия. О чем идет речь? В Конституции Российской Федерации зафиксирован принцип правильства прав граждан независимо от их пола. Мы много обсуждали сегодня вопросов, но немаловажным является вопрос строго юридический вообще. Как должно быть, вот скажем так, по закону и как оно на самом деле есть в правоприменительной практике. И имеет смысл вот на этом тоже сделать акцент. Статья 19-й Конституции России говорит, что у нас права и свободы мужчин и женщин в разных сферах жизнедеятельности общества равны. То есть они должны быть равны, исходя из этого основного закона нашей страны. Ну вот с 95-го года, с точки зрения юридического аспекта, занимаясь этой проблематикой, участвовал в многочисленных научных конференциях по этому поводу. Еще в 90-е годы я тогда был студентом, очень молодым специалистом, разъезжая по конференциям по стране, жаленый выпуск в конце седы и профессора, которые говорили, мы с коллегой занимались сейчас, он судья Верховного Суда, Татарстана. Парни, вы подняли такую проблему, которую у нас не принято о которой говорить, в стране еще с советских времен, но которая реально существует. Мы создавали вроде как новое законодательство в 90-е годы, новое государство, и можно было, по крайней мере, болезни прежнего советского законодательства не переносить. У нас кодексы все создавались с нуля, по сути. Многие федеральные законы рождались тогда с нуля. Но, тем не менее, практически сразу оказалось, что мы инфекционно перенесли болезни того советского периода, и в том числе гендерный подход к, по сути, всей правовой системе нового государства. И вот в 90-е годы мы уже эту проблему поднимали, предлагали пути ее преодоления, исправления ситуации, но, к сожалению, прошедшие 25 лет показали, что... А, кстати, были написаны несколько книг таких компрометариев, толстых по поводу того, что действительно, это уже с 2000-е годы, что куда-то мы не туда катимся какие-то, вот мы набираем не свойственные нам тенденции, не отечественные, берем запах вот этого, что нужно больше там для женщин все делать. И, в конце концов, вот просто вместо того, чтобы где-то остановиться и оправдализировать то, что было тогда, разогнались, и вот сейчас на полную вот эту мощь работает уже и в сознании, и не стесняются, скажем так, и депутаты, и руководители парламентов, и другие чиновники всерьез обсуждают, что надо еще больше прав женщинам, надо еще больше нам того-то, надо еще больше и вот совершенно не задумываясь и не взвешивая, в каком состоянии вот на сегодня вообще находится правовая система. На самом деле, что у нас получается? Вот сейчас время ставит нас лицом к лицу с необходимостью разработки единой комплексной стратегии действий, направленных на поддержку института семьи на основе традиционных духовно-мравственных ценностей, не допуская вольных баллов и адресной поддержки отдельно, членов семьи, включая детей. Иной подход, на наш взгляд, не позволяет рассматривать проблемные вопросы, требующие помощи со стороны государства всесторонне, объективно. Но государство идет почему-то по другому пути, и появляется совсем недавно национальная стратегия действий в интересах детей. На 12-17-е годы нам противопринималось. Да, это совершенно понятно, откуда эти тенденции. Это ювеналка именно с запада. То есть где-то центризм, и вокруг него начинает выстраиваться прямо целый комплекс законодательных актов, инициатив, и нормативно-правильных актов. Далее появляется национальная стратегия действий в интересах женщин на 17-е и 22-е годы. Она появляется с идеей о том, что женщины со своими правами и интересами более важны, чем мужчины. Потому что, в принципе, вся стратегия действий в интересах женщин, она как раз на противопоставлении с мужчинами. То есть там, в принципе, другого основания нет. То есть объединяемся. Против кого дружим? Против мужчин. То есть нам нужно отделиться, нам нужно больше в этом, меньше в этом, то есть меньше обязанностей, больше прав, меньше ответственности и так далее. А кто за бортом этих действий остается? Остаются, к сожалению, мужчины. Поэтому вот сегодня мы понимаем вопрос о стратегии действий в интересах мужчин. Но обусловлена эта стратегия исключительно необходимостью восстановления временного баланса, формирования правового статуса граждан и военных полов, нивелирования диспропорций прав и ответственности мужчин и женщин, сформировавшихся в последнее время и в законодательстве, и в правоприменительной практике. Убеждает в этом статистическая информация о положении мужчин. В принципе, доклад был подподробно развернутый, поэтому, я думаю, многое мы тут уже останавливаться не будем. Стратегия основывается на том, что право мужчин является неотъемлемой частью общих прав человека и создание условий для полного и равноправного участия мужчин в политической, экономической, социальной, культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации на ряду с правами детей и правами женщин. Не останавливаясь на ряде моментов, чтобы не повторяться и, в принципе, немножко подпобедить уже вас только с тезисом о самом главном. Право на пенсию по старости в соответствии с пенсионной реформой с 2028 года будут иметь мужчины, достигшие возраста 65 лет и женщины, достигшие возраста 60 лет. Принимая во внимание продолжительность жизни мужчин, это 68,5 лет сейчас и женщин 78,5 лет сейчас, средняя продолжительность жизни после получения права на страховую пенсию по старости у мужчин составит 3,5 года, у женщин 18,5 лет. Это при нынешней продолжительности, да, если мы возьмем прогнозируемую, да, она, в принципе, нестучно, что... Это для тех, кто родился вот накануне. То есть вот для нас с вами цифры никаких цехов, мы с вами... Для нас цифры еще меньше. То есть, да, для нас цифры еще меньше, понимаете, да, как... То есть, я даю продолжительность предстоящей... Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для того, кто родился данный год. Смертность среди мужчин в настоящее время, мужчин трудоспособного возраста в 3,6 раза выше, чем среди женщин. Мужчины составляют более половины всех лиц, впервые признанных инвалидами. Число мужчин-инвалидов трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель женщин в 1,7 крат. Мужчины сегодня составляют значительную часть высокополифицированных научных кадров. Это 75% среди докторов наук и 59% среди кандидатов наук. Однако научный и интеллектуальный потенциал мужчин используется не в полной мере. В результате доли мужчин среди общего количества лиц с высшим образованием на сегодня составляет менее 42%, что ведет к вытескению мужчин в низкопрофильные, вредные и опасные сферы деятельности. В результате мужской производственный травматизм в 2,3 раза выше женского смертельным исходом завершились в прошлом году несчастности. Смертельным исходом завершились несчастные случаи для тысячи мужчин и 70 женщин. Мужчины почти в 7 раз чаще женщин страдают протестанальными заболеваниями. Все меньше и меньше с каждым годом доля мужчин в сверхгосударственной власти и местного самоуправления. На сегодня таковых менее 28%, среди судей мужчин менее 20% с постоянной тенденцией к понижению этого уровня. Сегодня тенденция такова. Квалификационная коллегия судей рекомендует кандидатов, в основном женщин. Основная масса отбирается в суде из бывших секретарей и помощников судей. Это в основном девушки, которые в свое время окончили вуз, пришли секретарями, помощниками судей, просидели какое-то время при каком-то суде, наработали, условно говоря, юридический стаж и после этого подали заявки на то, чтобы стать судем. Это такова сегодня школа судейская. Если раньше этот корпус пополнялся сотрудниками правоохранительных органов, приходили туда прокуроры, приходили туда бывшие сотрудники полиции, налоговой полиции когда-то это было и так далее, сейчас этот механизм практически не работает. То есть тенденция по-прежнему на феминизацию феминизацию, ну, с точки зрения женской части этих должностных лиц. Особенность в том, что это не просто один из видов должностных лиц, это целая бетва власти. Это одна из трех бетвей власти. И она практически вся становится женского состава. Понимаете, что это, конечно, накладывает свой отпечаток и на то, каковы решения судов в дальнейшем, в том числе по семейным вопросам. Это объясняет правоприменительную практику судебных спор, чем заканчиваются. Это тоже не стополка бьется. Более того, если вспомнить цифры, которые я рассказал, менее 28% по государственной гражданской службе и муниципальной службе, получается, что и исполнительная бетвей власти у нас уже на 75% сформирована, формируется, заполняется женщина. В соответствии с современными представлениями, наиболее значимая социальная роль у мужчины сегодня признается роль снабженца, служивающего материалом подлинности семьи в целом и женщинам в частности. А вовлеченное отцовство, духовно-нравственное развитие, научные и творческие достижения мужчин остаются второстепенными. Между тем, признание общей ответственности мужчин и женщин за выполнение семейных обязанностей рождения и воспитания детей способствовало укреплению семьи и ценностей семейной жизни, а также создание условий для успешного сочетания мужчинами и профессиональных, и семейных обязанностей. Коренной стратегической ошибкой нескольких последних десятилетий является политика создания государства, принципиально отличающейся по объему прав, обязанностей и уровню ответственности, правового статуса мужчины и правового статуса женщины, а также неравномерных подходов к формированию правоприменительной практики в прямой зависимости от объекта правоприменения мужчины или женщины. В результате чего в стране в большинстве сфер жизнедеятельности сложился и укрепляется дисбаланс прав и обязанностей мужчины и женщины. Для примеров, конечно, их очень много примеров, если брать сами нормы, нормативно-правы акты, это будут многотомники, то есть таковые именно объемы гендерного законодательства на сегодня. Но, для примера, я вам несколько кризисных положений озвучу. Десятками исчисляются льготы, дополнительные права и гарантии, предоставляемые женщинам трудовым законодательствам, в том числе в отношении общей продолжительности рабочего времени, времени отдыха, продолжительности и количества отпусков, перевода на другую работу, охраны труда и многого другого. Наличие в праве специальных норм, касающихся труда женщин, объясняется охраной материнства и детства. Однако охрана отцовства и детства в отечественной правовой системе ограничиваются существованием лишь незначительных послаблений исключительно в отношении одиноких отцов. Согласно гражданскому и семейному законодательству, у мужчин, нуждающихся в помощи, право на алименты для нетрудоспособных возникает на 5 лет позже, чем у женщин. А право на пожизненное возвещение вреда, понесшему ущерб в результате смерти кормительства, возникает на 10 лет позже, чем у женщин. Согласно уголовному и уголовно-исполнительному законодательству, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима, тюрьмы, в стране существуют только для мужчин. Даже если женщина совершит десятки тяжких и особо тяжких преступлений, при любых видах рецидива, включая особо опасность, она будет отбывать наказание максимум в исправительной колонии общего режима, на которую мужчина может рассчитывать, лишь впервые оступившись и нарушив уголовный закон. Строгость правил в период отбывания уголовных наказаний для женщин и мужчин в исправительной колонии общего режима также принципиально различна. Осужденная имеет возможность жить со своим ребенком, заниматься его воспитанием, она не имеет каких-либо ограничений в посылках, бандеролях, передачах, имеет норму жоплощади в полтора раза больше мужской и целый ряд иных льгот. Мужчины, как уже понятно, не имеют возможности жить со своими детьми, не участвуют в процессе воспитания в период отбывания награданий. У них строго ограниченный перечень того, что им можно туда поставлять, строго ограниченное количество слов, посылок, бандеролей. В общем, это совершенно два разных режима, даже в одной и той же колонии общего режима. В сфере законодательства об административных правонарушениях и административного процесса. Наличие ребенка в возрасте до 14 лет является смягчающим наказанием обстоятельствам только для женщин. В уголовном процессе, будучи привлекаемыми к уголовной ответственности за ряд одинаковых преступлений, только мужчины пенсионного возраста смогут просить о применении суда присяжных. В то время как для женщин эта возможность присутствует в любом возрасте. Согласно семейному законодательству, муж не имеет права без согласия жену возбуждать дело о расторжении брака в течение года после рождения ребенка, даже если этот ребенок не его. Отцовство, как социальную роль мужчины, недостаточно оценивать за общество и поддерживается государством. Отсутствует законодательное определение отцовства и семьи. Представят уже целые поколения детей, не имевшие в детстве и отрочестве необходимого опыта взаимодействия с отцом и практического примера выстраивания внутрисемейных отношений, преодоления внутрисемейных конфликтов, не воспринимавших необходимые полуородимые модели поведения. Попытки таких детей построить успешные брачные отношения и создать крепкие и гармоничные семьи закономерно терпят крах, обусловливая постоянное увеличение количества, соотношения количества разводов, количества зарегистрированных браков. 90 неполных семей в нашей стране на сегодня это матери-одиночки с детьми. Более чем в половине случаев после развода мать, проживая с ребенком и руководствуясь чувством на ней личной обиды, во что бы то ни стало стремиться пресечь контакты между детьми и их отцом, а отец не может реализовать свои родительские права. Явно дискриминационной по отношению к мужчинам и к тому же не имеющей опоры в законе является и судебная практика, о которой с вами говорили, когда в 94% случаев при разводе супругов дети остаются с матерью, каковы бы ни были конкретные условия. Естественно, в этих оставшихся шести совершенно верно огромное количество занимает доля именно маргинальных матерей, которые, ну, в принципе, ни при каких условиях с ними детей не остаются. То есть, как говорится, безвыходное решение в сторону пользы отцов. А при равных, более ли не обстоятельствах, тут, как говорится, уже отцам вы видите совсем ничего. Массовое распространение в этих условиях получил синдром отчуждения родителя, развивающийся у детей в результате их вовлечения в конфликт лояльности родителям, с которым ребенок проживает. Ну, исходя из нашей реалии, это матери, которая настраивает детей против отцов. В результате выросли уже целые поколения детей с разными степенями отчуждения отцов. Особую актуальность данного обстоятельства приобретает в среде включения Всемирной организации здравоохранения в Женеме в мае прошлого года синдром отчуждения родителя в обновленный международный классификатор болезней МКБ-11 в раздел психических отклонений. Но завтра у нас будет возможность, я буду по этим поводам выступать подробнее. Это тоже, что депривация? Это нет. Это, скажем так, одна из сторон депривации. Депривация сама по себе – это отсутствие. Это отсутствие отца в жизни ребенка. А отчуждение – это осознанное, целенаправленное действие одного родителя через воздействие на мозг и на сердце, скажем так, ребенка по отчуждению другого родителя, с тем, чтобы ребенок настроился против него. Методы ужасные, их много, мотивы тоже разные. Наука и как бы на сегодня это все исследуются, без содрогания изучать даже эту научную литературу. МКБ-11 принят в мае девяносто. Нет, МКБ-11 принят в мае девяносто. Пока не принят? Нет, он принят. Подождите. Он полностью вводится в действие с 22-го года. Но он принят. Все, там не существует механизм отката. Это просто дается всегда возможность... МКБ-10, МКБ-9, они все принимаются, но они на тот же. Для национальных систем дается время для адаптации. То есть внутренние национальные законодательства должны привыкнуть к этому, адаптироваться. Наши приказы Минздрава должны там... Да, там синдром. А? Синдром? Чудо-нибудь, да, класс. Ну, синдром, общение развития психических отклонений. Он введен туда, в раздел психических отклонений. Но последние 30 лет синдром исследуется и изучается, и используется в том числе, результаты этих исследований в правопримечательной практике, именно как психологическая проблема, тяжелая психологическая проблема на грани психекции, — Там шифр «Ф» — это психическое расстройство. — Да, там шифр «Ф» — это психическое расстройство. — Там шифр «Ф» — это психическое расстройство. — Это органы опеки расценивают как необходимость учитывать мнение ребёнка. То есть вместо того, чтобы в интересах ребёнка на самом деле изолировать его от родителя индуктора, олиминатора, отчуждателя, скажем так, его на самом деле туда навсегда запечатывают, и он на годы обречён жить в этом режиме, отчуждаться от отца, калечиться навсегда, потому что они потом в 20, 30, 40 лет ходят к психотерапевтам, к психологам в попытке пережить по-новой как-то себя изменить, держите себе вот эту вину, что они когда-то предали своих отцов, а она практически не изживает. Они ревут, они плачут, они мучаются в процессе создания своих личных жизней, на разных этапах они смотрят кошмары по ночам и живут, и живут. Это целые поколения нарастают в таком состоянии. Попытки отцов найти защиту в судах в большинстве случаев положительному результату не приводят. Распространение получили судебные решения, вступившие в законную силу, однако не отвечающие требованиям разумности и справедливости, не учитывающие интереса ребёнка на гармоничное воспитание обоими родителями и прерывающие к мирственным поколениям. Для примера, мы сегодня много говорили о том, что по общей практике у нас ребёнок остаётся с одним из родителей. Это именно мать. Вроде бы как определяется порядок общения с отцом. Но какой этот порядок, даже когда он определяется героическими усилиями, отцы приходят, просят хотя бы, давайте там дни рождения чередовать с мамами. Один год ребёнок с днём рождения, с мамой один год с папой. Да, хотя бы можно было бы на днём рождения пересечься. Но и по-нормальному, если по-человечески, в конце концов, а что помимо мешать начатку кафе этих хотя бы не мамы отстаивают, что никаких дней рождения. Давайте хотя бы в государственные праздники, хотя бы Новые годы будем чередовать, пока ребёнок растёт в 10-15 лет. Нет, суды отказывают в этом. Понимаете? Совершенно разумные, минимальные просьбы отцов остаются без удовлетворения. Я почему в этом не уверен, у меня десятки на сегодня накопленных судебных решений по отцам, поскольку я в этой теме состою не в одном отцовском комитете, в форуме движения, и у нас судоноперативный штаб, который занимается как раз обобщением этих судебных актов по стране, это просто какой-то, это улыбность какой-то. Понимаете, стон стоит, отцовский стон стоит по стране на сегодняшний день. В судебных решениях мы видим просто издевательские формулировки, когда вместо вот того, чтобы хотя бы раз в жизни отцу отпраздновать день рождения со своим ребёнком, ему говорят, тебе достаточно будет, к примеру, два часа в неделю видеться с ребёнком. И совершенно правильно сегодня упоминали, что эти два часа совершенно не факт, что он готов не увидеться с ребёнком, потому что окажется, что ребёнок принимает ванну, ребёнок заболел, ребёнок почему-то захотел поехать к бабушке, ребёнок в принципе уснул, ну и будить же его, ёлки-папки, ну он устал, как бы там у него было контрольное, к примеру, ещё что-то. И на самом деле идут месяцы, идут годы, и отцы не видят своих детей, не видят. Думаешь, ребёнок добавляет, а я по-худру шумаю, где-то скажет, а ещё забрали, ну не хочешь на тебя видеть. Да, нет, а это как раз одна из формы отчуждения. Вот не хочется видеть, я что, его ломать буду, что ли? Я, 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 нет, а как, а как мне ребёнка вообще, ну не учить, он что, кукла что-ли бездушная? Ну не хочет он с тобой сегодня встречаться, и всё, и завтра не хочет, и в следующем году не хочет. И это длится на самом деле, это калечится-то, в первую очередь, ребёнок. Читаем судебные решения в мотивировку, когда, допустим, матери говорят, вообще не нужно отца. Суд пишет, нет, отец нужен. Прямо вот, реально, не процитирую дословно, но смысл такой. Нужно передавать обязательно свой опыт, опыт поколений. Нужно участвовать в развитии личности, формировании личности. Нужно, чтобы ребёнок развивался гармонично. Участие отца в этом необходимо. Более того, суд указывает даже, какие конкретные нужны мира он должен посещать, места социализации. Он должен иметь возможность в судебном прямом акте читать. Возможность иногда сходить в кино, от запятая, в кафе. Поэтому, с учётом изложенного, значит, требования матери о том, чтобы вообще никогда не видеться ребёнку с отцом, они незаконны, и они противоречат интересам детей. Поэтому суд решил выделить отцу два часа в неделю. Скажите, как можно в городе, к примеру, имея два часа, сходить в кино с ребёнком? То есть нужно поймать ребёнка у матери, быстро куда-то помчаться до какого-то кинотеатра, не знаю, взять там, к примеру, попворн или что-нибудь такое, забежать в какой-нибудь фильм или что там идёт, посидеть, наверное, там, минут сорок или час, бросить, потому что заканчивается время, быстренько отец и мчаться обратно к матери, чтобы успеть вложиться эти два часа. Это издевательство. Вот и эти судебные акты, они существуют, они проходят вторые-третьи инстанции, и существуют как заполненные судебные акты. Вот мы живём в таком обществе, на сегодня такое положение, именно таково. Распространены случаи, когда, несмотря на фактическое проживание детей с отцами, суды отклоняют их требования об освобождении от уплаты алиментов на содержание детей, выплачиваемых их материалов. Дети проводят с отцами, к примеру, все летние каникулы, три месяца. Дети остаются и под тем или иным причинам, не желая, к примеру, возвращаться к материалам, живут по полгода, по году. Умеют место случаи, когда какое-то время нет спора, и дети фактически живут с отцом по два-три года, а потом мать приходит, приносит исполнительный лист, вернее, просит выдать исполнительный лист пристава, и говорит, ну, вообще-то мне должны были алименты выплачиваться. Ничего, что родители жили с отцом по два-три года, да? Я хочу о них теперь. И суды проходят судебные заседания, дети приходят в процессы, говорят, мы жили с папой. И как бы это ни секрет, есть характеристики школ, справки, там, к примеру, характеристики с места жительства, все в подъезды знают, что здесь вот два живут кишки с папой. И тем не менее судебное решение о том, что папа должен маме. А ведь он уже, получается, не просто должен, он должен суммы по углу какие, а к ним пение, а к ним еще административка, потому что нужно было, как говорится, более все это выплачивать. И вот ситуация парадокса, это ситуация, которая существует на сегодня. Вы нашли судебные власти, независимо весь власти. Что с ней можно сделать? Все верно. Мы можем ее на конференции, по крайней мере, встречать. Пока так. В связи с этим, по итогам данной конференции, предполагается направить в центральные аппараты отдельных ведомств, в службу судебных приставов, прокуратуры, в органы опеки, органы внутренних дел, информацию с примерами от нарушения прав детей на воспитание их родными отцами и гармоничное развитие условий полноценной общины с обоими родителями после этого года. В интересах некоторых молодежи. Я сейчас уже просто 10 часов. Давайте идти мы начнем с днем. Завтра то, что не закончено, просто 10 работали. Уже, да, мы просто держимся, уже немножко, да. То есть, действительно, тема акварии, действительно, все это важно. Действительно, что большинство осталось, что приходило, это показать, что они важны. Спасибо вам огромное. Прикрепите завтра у вас еще одна политическая плачка. Кроме, спасибо, уважаю. Спасибо. Завтра с 12.15. То есть, будет дальмачивая 10 минут доклада. Спасибо. Спасибо.